1. 6 ноября в обители Рассвета, кроме встречи в Долине Слияния, произошла и долгая встреча учителя с женщинами. 2. Учитель, вопросы от женщин деревень. Женщина живет в общежитии и ходит по комнате обнаженной и у нее возникает такое желание. Если присутствующих женщин это не смущает, то допустимо ли для женщины такое действие, или это уже отклонение? 3. Нет, отклонений нет. 4. Женщина спрашивает, сестра рассказывает мне о своих негативных образах относительно моего прошлого воплощения, где есть такие образы, как насилие, лесбиянство. Допустимо ли мне, чтобы не впадать в переживания, которые несут для меня эти образы, повторять такую фразу не верю, не может быть. Я хорошая. 5. Обязательно слушать это все. 6. А та сестра без ее желания рассказывает и рассказывает. 7. Она может сказать, что не надо рассказывать, или отойти. 8. То есть лучше все-таки отойти и не слушать. 9. Нет, можно предупредить, что ей не надо такое рассказывать, что если ей будут навязывать такое, то она будет стараться избегать встречи в этом случае. 10. А кто сказал, что она была плохая? Из этого всего, что перечисляет, почему плохая то она была? Про человеческие качества здесь ничего не говорится, а говорится про какие-то увлеченности, какие-то отклонения в удовлетворении желаний. Но разговора о человеке еще пока там нет. 11. Ну, может быть, у нее и было что-то, но зато при этом она могла быть очень хорошим человеком, который очень многим помогал. А что плохого тогда произошло? Почему ей надо забыть что-то? 12. Задевает эгоизм в этом случае. Это все то, что я сейчас пробую вам освещать. Это значимость. И хотя вы к чему-то не имеете уже никакого отношения, это уже все ушло, а все еще это достает. Хотя было оно не было. 13. Как я понимаю, ей, во-первых, не стоит пугаться, а во-вторых, можно отойти. 14. Предупредить надо. 15. Предупредить, что она не хотела бы это слушать. 16. Да. И если будут навязываться эти разговоры, тогда она будет вынуждена избегать общения. Ну, а если все-таки эта информация попадает, то надо просто к ней спокойно относиться. 17. А может быть, не только это, и еще что-то хуже было. Ну и что? Вы сами понимаете, что вы уже другие, вы какие-то действия уже не будете повторять из того, что было когда-то, к примеру. 18. Вот теперь, когда вы вспоминаете что-то прошлое, вам становится неуютно за какие-то свои действия. Ну так перенеситесь мысленно в тот момент, когда вы делали этот шаг. Вы считали это правильным. Как правило, на тот момент вам казалось это правильным. Так это и есть нормальное действие. 19. Ненормально это, когда вы понимаете, что нехорошо, но, выискивая какую-то выгоду, делаете этот шаг. Вот это нехороший шаг. Но если на тот момент вы другого не видели, вам казалось это нормальным, все, успокойтесь, это было нормальное ваше действие на тот момент. Другого и не требовалось от вас. 20. А сейчас вы уже видите, что этого не стоит делать, ну и все. Вам и не предоставили даже такой ситуации, потому что уже понятно, что вы ее решаете. У вас изменилась судьба, вам уже другие задачи даются. 21. Спрашивает женщина мне 82 года. Два года назад нахлынули воспоминания о первой юношеской платонической любви обоюдной. И полились из внутреннего мира моего стихи. И постоянно этот юноша у меня перед глазами, с ним я общаюсь, и кажется, что он меня обнимает. А нужно ли мне раскручивать эти воспоминания, образы? 22. Мне непонятно слово «раскручивать». 23. Входить в них и начинать в них жить, погружаться. 24. Лучше ближе к практике. Что такое «погружаться»? Я пока не понимаю проблему в этом случае. Пока мы не касаемся чего-то, где может усматриваться проблема. Что-то подразумевается, какое-то мечтание. А что дальше я не понимаю. С чем на практике это начинает быть связано. Тут непонятно, что такое «погружение», что она на практике подразумевает, какие именно действия. 25. К примеру, можно ли погружаться так, что уже перестало кушать, теряют сознание от голода? Можно ли продолжать погружаться? Тут мы уже говорим о вероятной проблеме «можно так и умереть». 26. Поэтому, когда ты говоришь «погружение», я начинаю не понимать, с какой практической плоскостью связано такое погружение. Чуть больше об этом подумать, но ничего не нарушая в практике, да пожалуйста. Потому что, хоть мало подумал, хоть чуть-чуть больше подумал, это в принципе ничем не отличается одно от другого. 27. Возраст здесь не помеха, я правильно понимаю. Хоть в 100 лет. 28. Да это вообще никак не связано. Это же воспоминание души, это воспоминание того возраста, человек погружается в свое прошлое. Возраст здесь как бы вообще неуместно рассматривать. Если хочется погружаться, если видится это возможным и хочется какие-то переживания испытывать, да пожалуйста, здесь накладки никакой нет. 29. Хорошо. Спрашивает замужняя женщина допустимо ли замужней женщине или одинокой женщине с нераскрытой природой устремиться раскрывать природу с другой, более опытной, женщиной в виде бесед, прикосновений, массажа. 30. Это не совсем раскрытие природы. То есть полноценное природное раскрытие, оно обоюдное, мужское и женское. И энергии выстроены так, чтобы, переливаясь из одного сосуда в другой, в целом создавать благоприятные условия для развития, расцвета, раскрытия. 31. Это не совсем верно понимается, это более узкий характер раскрытий каких-то. Это больше может быть связано где-то с тем, что человек чему-то хочет научиться, когда он какие-то перегибы пробует погасить. 32. В этом должна усматриваться какая-то исключительная благоприятность. Но она исключительная. Это не правило, в котором, включаясь все, вы развиваетесь. Это с развитием не связано. 33. Поэтому это рассматривать можно только как какое-то исключение, когда в силу развивающихся обстоятельств накладка возникла. И чтобы ее сгладить, решить, уравнять психическое состояние, можно и рассматривать тогда такой вариант. 34. Спрашивает замужняя женщина, когда муж уезжает на заработки надолго, мне хочется нежности, ласки, и я занимаюсь самоудовлетворением. После этого хорошо сплю. Но потом сомневаюсь, и становится мне как-то неловко. Муж об этом знает. Можно ли так делать замужней женщине или все-таки нужно ждать мужа? 35. А какие фантазии у нее создаются в сознании? За что цепляются внутренние устремления? Что приводит дополнительно к возбуждению, с чем это связано? Вот там можно посмотреть какие-то негативные отклонения. 36. А так, в принципе, это не связано с каким-то нарушением. Но это опять та сторона, где, наверное, будет сложно дать одну подсказку. Это как будто бы и нормально, и в то же время не удается выразить ответ цельный, понятный, который можно как точку поставить, чтобы на него ориентироваться. 37. То есть подразумеваются какие-то обстоятельства, какие-то нюансы, которые вполне будут нуждаться в дополнительном разговоре. Человек, когда увлекается чем-то, что ему нравится, вполне может допустить и что-то, что может стать уже опасным. 38. Потому что желание – это сильное явление, удовлетворять желание всегда хочется. Если вам что-то приятно, вы и должны хотеть повторять это. Это нормальное проявление физиологии, психики человека. 39. Но когда человек идет по пути удовлетворения желаний, он мало-помалу неизбежно начинает добавлять какие-то оттенки. Потому что, когда одно и то же повторяется без изменений, как будто бы чего-то не хватает. Вносится маленькая изюминка продолжается с изюминкой. Потом опять как будто чего-то не хватает, еще что-то добавляется. 40. И, вот так двигаясь по этому пути, совершенно естественно можно куда-то отклониться. Поэтому, если один ответ использовать, можно потом наградить очень много всего, помня один ответ в основе, что нарушений нет. А там уже много чего пошло, о чем стоило бы задуматься, и стоило бы уже приостановиться где-то. 41. То есть нужны какие-то детали чувственные, да. 42. Это уже не просто чувственные детали. Человек, увлекаясь чем-то, должен, осмысливая происходящее с ним, на чем-то начать спотыкаться как бы внутренне своим сознанием. 43. То есть осмысливает, вроде бы все хорошо, но какой-то момент есть, который он фиксирует и ощущает как накладку или шероховатость какую-то, что-то смущающее. Вот это уже сигнал начинать осмысливать именно вот этот узелочек, происходящий в каких-то усилиях, который где-то, возможно, уже и создает накладку. Может быть, и нормально и тогда сработало что-то из опыта, что выдает смущение. А может быть, уже и ненормальное. 44. Если иногда пользуешься самоудовлетворением для того, чтобы уснуть, это нормально или нет, если представляю при этом мужа. 45. Если ты говоришь об обстоятельствах, которые создают физиологическое осложнение в твоей жизни, и тебе трудно заснуть. 46. Ну да, перевозбуждение в организме. 47. Тогда это, конечно, возможно. 48. Но при этом представлять, что ты с мужем, да. 49. А варианты какие еще? 50. Можно вообще ничего не представлять и все равно все получится. 51. Это пожалуйста. В этом накладке нет. 52. Женщина спрашивает, вот муж утром встает, и у меня большая потребность, чтобы я и дети пожелали ему доброго утра, обняли его, поцеловали. Правильно ли это мое желание? Или мне нужно настраивать свой чувственный мир только на то, что я хочу ему дать, то есть я обнимаю, я целую. И ждать от него объятий, поцелуев. 53. Не надо ждать. Не надо. Опасное это ожидание. Если вы начинаете ожидать, вы будете на этом расстраиваться. Чем больше таких расстройств, тем быстрее охлаждаются чувства. То есть вы можете сами, включив свое желание, разрушить все ваши взаимоотношения. 54. И вроде бы желаете хорошего, но вы все разрушите, потому что желание перерастет в требовании. Потихонечку оно будет укрепляться, оно не будет стоять на месте. И, тем более, еще кто-то прибежит, расскажет что-то такое, что у нее есть в семье, у подружки, а у вас нет. А вы желаете, но у вас нет. Итак камушек один, другой в одно место. 55. Потом вы начинаете расстраиваться, может быть, уже не любит он, поэтому не обращает внимания на ваше желание, не может почувствовать. То есть пойдет какая-то претензия уже изнутри в сторону мужчины. 56. Если вы начинаете на свое желание ставить ударение, оно начнет расти. Не ставьте. Ощущайте, но не ставьте. Не удовлетворяется, не ставьте ударение. 57. Если вы поставите ударение, то, если не будут вам отвечать, вы начнете испытывать легкие царапинки. Они начнут возникать. 58. Но чем больше трет одно место с песочком, так натирается, ранки больше-больше. Потом это невыносимо становится. Это в конечном итоге обязательно разрушится. Так что лучше это отбросить. 59. Ваша задача изменить мир непосредством того, чтоб выскочить за ограду, построить какое-то масштабное сооружение, где-то проорать агрессивно что-то. Это не ваше дело. Это мужчина пусть бегает с топором или с молотком, орет там. 60. Вы в доме. Вот у вас мужчина появился и все, это объект в вашем доме. Вы и так все стены понасытили, и вот он пришел, уже весь спущенный где-то раздал все. Вы набрасываетесь на него и наполняете. И получаете удовольствие от того, что у вас есть возможность наполнять. 61. Это так же как если вы уже умеете чувствовать уют, порядок в доме. Если что-то нарушается, вы расстраиваетесь. Наводите порядок, чувствуете удовлетворение, все стало как бы на место у вас внутри. 62. Вот теперь выстроить надо так это и в отношении к мужчине. Он зашел, такой весь уставший, все раздал, и ваша ответственность сделать его опять излучающим благодать. Благодать не в духовной части, а вот именно природной частью вы должны наполнить его, чтоб он отдохнул, успокоился, почувствовал какое-то вдохновение опять. 63. Поэтому тут надо не загрузить его ничем, а суметь красиво наполнить. И почувствовать от этого удовлетворение. Видите, что он меняется в лице, улыбка появляется, дышать стал по-другому, проще, не так часто шел с большого какого-то труда, и вот это уже удовлетворение. 64. А отдал вам или нет, это уже второе. Желанное, но не главное. Главное как меняется то, куда вы вкладываете свою любовь, свою заботу. Вот надо переориентировать свое сознание и только это видеть. 65. И если этот объект есть, куда вы можете вкладываться, то, получается, счастье всегда с вами, самореализация всегда пред вами, она открыта. 66. А вот когда вам не дают, это зависит уже, получается, не от вас. Вы начинаете зависеть от того, как меняется другой человек, захочет он что-то сделать, не захочет, сможет, не сможет. То есть масса причин, которые вообще уже не с вами связаны. Но вы начинаете зависеть от таких вот изменчивых обстоятельств и страдаете от этого. 67. А вот эта часть отдача зависит только от вас, получается. И тут неудовлетворенность вы можете получить, потому что где-то, может быть, поленились, где-то проявили невнимательность. Но это только от вас зависело, а не от него. 68. Бывает желание, например, чтобы он обнял. А он в какой-то суете находится или куда-то убегает. И я сама первая подхожу к нему приласкаться. Или он сидит за компьютером, бывает, а мне хочется к нему прижаться, и я знаю, что он ответит, положит мне руку на голову, улыбнется. Вот такое возможно, да. 69. Да, конечно. 70. Но у меня, получается, есть желание его ласки. Просто хорошее такое состояние, и мне хочется, получается, как бы получить от него вот это приятное прикосновение. Я знаю, что он ответит, что он отвлечется на меня. 71. Это как бы естественно. Но ты, главное, и сама хочешь выразить к нему. 72. Я даже не знаю. 73. Если одно ожидание получить, значит, ты не сможешь правильно ему дать. 74. Я знаю, но мне приятно. 75. Так оно и будет, естественно, приятно. Но ориентируйся не на я сейчас, прижмусь и получу. Вот чтоб только не одна цель получить, вот только не это чтоб было. Ну и пожалуйста, нормально. 76. Это и есть переполненность, когда вы хотите наполнить. Так вы прикоснуться где-то можете бережно, аккуратно, стараясь не нарушить ход его мыслей, если он там загружен какой-то величайшей идеей мироустройства. Вы стараетесь не сбить его с этой мысли. Пожалуйста, прикасайтесь как угодно к нему, но только старайтесь осторожно, старайтесь беречь. 77. То есть я наполняю его уже своим таким хорошим настроением, состоянием. Но у меня в мыслях нет, что я сейчас отдам. Я иду на реализацию этого желания, чтоб мне было приятно. 78. Чтоб тебе дали приятное. Ты опять все сворачиваешь в эту сторону. 79. Ну поменяй мозг немножко, сдвинь его, чтоб ему сделать приятно. А тут ты в который раз пытаешься повторить вопрос, и он у тебя в одно и то же стекает получить. Скажи, я хочу ему приятное сделать. 80. Учитель, скажи, а вот правильно я понимаю, что говорить мужу обними меня. 81. Такие слова возможны, вполне могут быть. Но с ними надо быть осторожней. 82. Я просто заметила, что, когда я говорю обними меня или полежи со мной и он это делает по моей просьбе, это получается как-то по-другому. Не так, как если бы он сам это выразил. 83. Ну и что ты теперь хочешь спросить? Надо ли продолжать так же спрашивать его? 84. Возможно, да, все-таки просить и не обращать внимания на то, что это по-другому получается. 85. А что ты хочешь получить? Лишь бы он полежал рядом. Или получить что-то, когда он сам проявляет инициативу. 86. Мне, видимо, этого хочется. 87. Но хочется самой от него добиться. 88. Я пыталась справиться со своим ощущением, когда мне было грустно от того, что он не обнимает, не уделяет мне внимания. 89. Вот видишь, вот когда вы перестанете выражать свои желания, это все пройдет. Вот о чем мы сегодня уже проговорили. 90. Ты рядом с мужчиной для того, чтобы ему помочь. Не использовать его для себя, а ему быть полезной. Это исходные данные. Это исходная точка, от которой ты отталкиваешься и идешь вперед. 91. Конечно, он тоже будет отдавать, насколько может. Но тебя это не должно в первую очередь интересовать. В первую очередь, твое желание быть ему хорошей женой, быть ему другом, помогать, насколько ты в силах. Вот это твое желание. 92. Хочется попросить обнять это нормально, возможно такое. Но еще раз остановимся, проявляя желание, будьте осторожны, смотрите, как это происходит. Может, действительно в этот момент это несколько выбивает его из процесса творческого, который у него происходит. И он пока не умеет на просьбу так же отреагировать, как если бы сам этого хотел и уже настроен был на это. 93. То есть у него какое-то будет искусственное усилие над собой. Но оно будет, естественно, не совсем таким, каким бы тебе хотелось это ощутить. И если такое происходит, тогда будь осторожнее с такими желаниями. 94. Вопрос от незамужней женщины в моем чувственном мире от близкого общения с мужчинами не осталось ничего, кроме боли и слез. И вот сейчас, когда мужчины начинают симпатизировать мне, предлагать дружбу, нужно ли мне делать сознательно-волевое усилие и идти с ними на дружбу, если я не чувствую никакого желания общаться с ними более тесно и доверительно. Но у меня есть осознание, что надо работать над своим негативным отношением к мужчинам и надо идти общаться с ними. Вот в этом вопросе нужны сознательно-волевые усилия. 95. От мужчин можно было получить такие неприятности, когда от них ждешь чего-то надуманного, а они не в силах это дать. И чем надуманнее ожидания, тем меньше вероятности кому-то умудриться в это попасть и дать это. 96. И получится череда такая вы с фантазиями выстроите себе идеи какие-то, ожидания, но можете придать им такие оттенки, которые вообще никто не сможет дать. И получается, контакт за контактом идет, а не может дать этого, она не может это получить. И одни расстройства. 97. Если еще и включено туда какое-то требование, то еще болезненнее начинает отдаваться нерешенное это. Мужчина не может дать, а она начинает ощущать острую боль. Чем сильнее требование к этому, тем острее будет боль. 98. Но не мужчина боль приносит. Он просто не может дать, что она желает, и все. Он боль не делал, это сделала она боль себе. Получается, наделав себе боль от такой иллюзии, она теперь смущается, как дальше общаться с мужчинами. 99. Но если от них продолжать ожидать иллюзии, лучше не общаться. Чего расстраивать мужчин? Не надо их пугать. А то и у них она может комплексы зародить своим отношением таким. Они потом будут приглядываться к каждой женщине, что это, они все такие, что ли? Что у них с головой? 100. Поэтому надо просто поменять себя. Если есть возможность общаться, вот и надо подумать, что ты можешь для него сделать. Не получить от него, а сделать для него. 101. Хоть что-то приятное, хоть что-то теплое, хоть что-то светлое можешь внести в его жизнь, попробуй. Удалось чуть-чуть внести прекрасно. Что-то удалось реализовать в себе хорошее, по-настоящему хорошее, потому что у другого от твоего тепла что-то загорелось внутри тепленькое тоже, ну так это же ценное явление. 102. И тогда ты уже не ждешь, он дал не дал. Просто сделала какое-то усилие и подметила улыбку, какое-то изменение мимики мужчины, по которому можно судить, что ему приятно стало, он как будто бы чуть-чуть внутри как-то подраскрылся. 103. Это уже ценнейшие моменты, которые надо учитывать, беречь. Надо стремиться, чтобы уметь это грамотно делать, тогда все будет нормально. 104. Учитель, вопрос про сексуальность в течение дня я поглаживаю, целую мужа, играю с ним, намекая на вечернюю близость и даже в порыве желания могу стягивать с него брюки. Является ли это действие неженственным? 105. Нет, не является. Это нормальное явление. Это лучше ей делать, чем ему. 106. Мужчина тоже, конечно, может такое. Но если он постоянно будет находиться в таком состоянии, то он творчеством никогда не займется. 107. Если женщина так проявляет свою сексуальность, это нормально. Просто надо быть готовой, что мужчина не всегда может сразу отреагировать, как желается. Но это не означает, что на него это не действует. Действует однозначно. 108. Поэтому терпеливо, спокойно, игриво соблазн приносить в этом случае лучше женщине для мужчины, это ценнее будет. 109. Вот мы сейчас рассматриваем такое понятие, как благородство женщины. И мы пытаемся каким-то образом увидеть в жизни, что это такое. Одна из женщин спрашивает, дети играют на улице. Муж пришел с работы, поужинал, присел на диван. И у меня есть желание выразить ему, что я хочу с ним интимной близости. Я целую его и поглаживаю гениталии. 110. Нормально, нормально. 111. Это относится к понятию благородства. Женщина не теряет благородства. 112. Вы, главное, не рассматривайте благородство, как что-то чопорное такое, высоко поднятый подбородок. К такой женщине можно опасаться подойти. Издалека можно фуражечку приподнять и аккуратно боком обойти. 113. То есть это вполне нормальные действия женщины, когда она природно открыта к мужчине. 114. Конечно. Если она природа, это прежде за ней и должно проявляться. Если уже состоялась семья, значит, все открыто. 115. Это будет некрасиво в процессе знакомства. Вы начали поглаживать, намекая так, это будет неуместно. Мужчине все равно будет приятно, его этим не испугать, конечно, но это будет неуместно. 116. Но если семья состоялась, это уже означает, что природа может не сдерживаться. Тут уже главное, чтобы не было грубости. Вот этого не должно быть. 117. Но если в женщине мы рассматриваем мягкость, нежность, то все, что в это укладывается в выражении природы, да пожалуйста, сколько угодно. Конечно, это разумно тоже надо как-то еще немножко взвешивать, чтобы уже не забросить все, что рядом находится, в запустение не превратить. А так, да, это очень хорошо. 118. Просто вы помните, когда мужчины устремлены творчеством заниматься, у них взгляд очень широко может распределяться в окружающей реальности и многие мелочи, нюансы происходящих событий ими будут фиксироваться. Фиксироваться значит, будут осмысливаться, сопоставляться с чем-то. И вот это состояние не располагает к сексуальности. 119. Поэтому, если в голове много забот каких-то, ему сложнее будет переключиться сразу. Это может и не получится. Поэтому, если он как будто бы и не сразу реагирует на ваше внимание, это нормально. Не обращайте на это внимание, выплескивайте на него природу. 120. И у него будет это потихоньку убирать весь этот туман задумчивости. Вы не помешайте, это даже будет нормально. Но аккуратно, бережно, и не останавливайтесь. Это нормальное явление, не смущайтесь, и он включится. Включите его просто. 121. Но если он пришел и как бы не обращает внимания, не думайте, что он вас разлюбил или еще что-то. Он также любит, просто для него творчество важно, он без него не может быть мужчиной, оно очень серьезную роль может играть в его сознании. Поэтому, если он назабочен, а вы желаете нежности, не смущайтесь, проявляйте ее смело, включайте его в эту область. 122. Учитель, а вот некоторые женщины, когда обсуждаем сексуальность, говорят, наверное, такие вещи наложены культурой нашей условной, что опасаются быть пошлыми. Вот именно в раскрытии каких-то природных отношений. 123. Тут тогда надо смотреть детали. 124. Стягивание брюк не будет пошлым. 125. Ну, тут главное, чтоб он не упал. На ходу стянуть с него он, конечно, может брякнуться и нос разбить. Это будет вряд ли сексуально выглядеть потом. Поэтому смотря что. Или только встанет вы опять стянули. Он может засмущаться и сказать, странная ситуация. Ему идти надо, а у него. 126. То есть, если существует ощущение, что пошло, некрасиво. 127. Лучше взять и уточнить. Или его можно переспросить, не смущает ли его что-то. Может быть, ему, наоборот, это нормально, ему нравится так. Тоже можно сказать, ну и ладно. Нравится так ладно. Если у женщины есть желание и ему нравится, да можно, по сути, даже и не рассматривать. 128. У вас есть многие наработки определенные психологические, где проводить упорядочивание какое-то тоже может оказаться не совсем уместным, такое детальное, по всем пунктам. 129. Кому-то можно допустить одно, потому что есть некоторая склонность и эта пара не видит ничего негативного в чем-то им нравится и той, и другой стороне, ну и ладно. А другие смущались бы это делать. Ну и ладно, ну и не надо делать. 130. Муж мне сказал, что, когда я проявляю свое желание интимной близости, делаю это слишком скромно. Ему хотелось бы, чтобы я активнее проявляла себя. Уместны ли в этом отношении сознательно-волевые усилия? Допустим, я смущаюсь к гениталиям прикасаться, когда я не знаю, расположен человек сейчас к интимной близости или нет. Уместно будет сознательно-волевые усилия применять, чтобы все-таки делать так, как ему нравится. 131. Конечно, конечно. Это нормально. Ты перестраиваешь себя. Ведь в какой-то мере мы сейчас затронули тему, где вы имеете разную степень закомплексованности. Любая попытка преодолеть уже существующий комплекс подразумевает волевое усилие. Любая попытка. 132. Вам не надо прилагать волевое усилие только там, к чему вы уже имеете расположенность. Вы желаете этого, значит, там бороться не надо, преодолевать что-то не надо. Если есть желание, у вас эта часть открыта, она у вас уже функционирует, она проявлена, тут не надо усилия прилагать. Но если мы говорим о чем-то, что вы не делаете, непривычно вам, это сразу однозначно подразумевает какое-то волевое усилие. 133. Поэтому здесь главное просто понять, не будет ли что-то перегибом каким-то. Слово пошлое мнение хотелось бы использовать, потому что это слишком специфично, оно такое пугающее. Но оно, я думаю, очень часто может использоваться совсем неуместно. 134. Прикасаться к телу это нормально. Ведь ты же предполагаешь, что мужчина должен не бояться прикасаться к женскому телу. Он же не должен бояться. Или он должен пугаться касаться. 135. Нет, но когда я еще не знаю, готов он или не готов. 136. Ты можешь спросить, не будет ли его смущать, что ты в любой момент можешь прикасаться к нему, как тебе приятно. И, к примеру, он говорит, да мне нормально. Все, забудь про все эти затыки внутренние, и главное теперь не свали его со стула, улыбнулся учитель. 137. Вопрос от женского собрания. На переменке в класс залетает девочка со спущенной футболочкой, одно плечо оголенное, мальчик ее за это плечо теребит он на 4 года старше. Мальчик уходит, я ей говорю, солнышко, поправь левое плечико. Она говорит, да ты что. Сейчас модно так, такой фасон, еще спускает ниже. 138. До локтя. Она настолько это чисто и искренне сказала, что я ее оставила в покое, говорю спасибо за подсказку. В этот же день на педсовете подняла этот вопрос. Потом вышла на женское собрание с этим вопросом, и у нас оказалась такая разноцветная палитра мнений. Я напомнила твою подсказку, данную 6 лет назад, что в школу девочки ходят в чистой, аккуратной, скромной одежде, ибо они идут в школу за тем, чтобы получить знания. Тогда были открытые пупки модно, топики, и на это был запрет у нас. А сейчас мне сказали нужно относиться к миру девочки очень трепетно. Если девочка хочет проявлять свою женственность, то... 140. Женственность или сексуальность. Что именно? 141. Было мнение такое, что если девочка надевает красивое блестящее платье с неглубоким декольте, то это допустимо в школе. Девочка хочет проявлять таким образом свою женственность, сексуальность. 142. Здесь будет много деталей, в которые лучше так не погружаться. Либо оговариваем что-то простое, скромное, либо, если мы перейдем в эту область, бесконечно будут появляться детали. Эта опасная уже сторона пойдет. 143. Потому что у разных девочек по-разному проявляется сексуальность внутри. Они формируются и ее ощущают по-разному. У некоторых повышенное уже к мальчикам внимание. Другим до лампочки вообще их внимание, они по-другому воспринимают реальность, немножко еще играют и увлечены каким-то творчеством. То есть очень сильная разница может проявляться. 144. И те, у кого больше внимания к мальчикам, конечно, все больше и больше будут стремиться проявлять уже сексуальность. Неженственность, они о ней вообще не знают ничего, а сексуальность будут проявлять. А мальчикам что, если проявляются, ну и здорово. Мальчики не будут тормозиться. 145. Я поэтому замечание ей и сделала. 146. Чем больше вы будете позволять девочкам проявлять сексуальность, будьте готовы, что мальчики этим, совершенно естественно, будут пользоваться, и без тормозов. 147. Мальчикам объяснять, знаете, девочек лучше не трогать. Плечо оголяют, не подходите к ней. Это будет сложно, они не поймут. 148. Они как маленькие олени, они сейчас такие, будут ломиться на все такое. Они контролировать руки не смогут. 149. Хотите чего-то чистого более-менее, хотите удержать их в каких-то рамках, у вас только один вариант за девочек взяться посерьезней, построже. 150. Учитель, а вот вопрос про цвет платьев. Например, мамочка рассказывает, что девочка надевает в школу ярко-розовые платья, летние, легкие, и ее трудно переубедить, что надо другое. 151. Цветное ничего. Главное, чтоб вот эти все вырезы всякие хоть как-то скромность и аккуратность создавали. А расцветка, цветы на них, можем опустить эту тему, не делать черно-белый вариант какой-то. 152. Один нюанс в школе холодно, а девочка ходит в летнем платье легком. 153. Потому что ей тепло или что? Или ей нечего надеть? 154. Потому что платье красивое и она хочет его показать. 155. Понятно. Если только для того, чтоб показать, все, смотрим, насколько это в данном случае укладывается в то, что мы сейчас тронули, чтоб не было какого-то перегиба. 156. Если ей холодно, то тут надо построже, видимо, уже. Это начинается та область, которая делает девочку немножко ненормальной. То есть она ставит свое желание и погнала. 157. И если ей не дадут удовлетворять желание, начнет капризничать, начнет брыкаться, у нее истерика начнется. То есть она пойдет в область перегиба. 158. Вот это начало. Как будто бы совершенно нелогично холодно, но хочется в легком платье прийти, чтоб показать. Все, началась демонстрация. Демонстрация своей внешности, того, что у нее есть. 159. Это такая сторона уже, где надо проявлять бдительность. Она уже заработала у нее. У других еще не так работает, а у нее уже ярко начинает работать. Поэтому тут тоже остается быть бдительным и где-то строгость уже может потребоваться, иначе потом ловить будет сложно. 160. Еще о девочках. Я увидела, что девочка 9 лет встает неоднократно рядом с мальчиками лет 14-15 в общем круге. И очень пристально и долго заглядывает мальчику в глаза. Стоит ли как-то корректировать эту девочку, или сказать маме, что это действие выглядит нескромно? 161. Но только не таким тоном, как сейчас спрашивается. Слишком строго. 162. Да поговорить можно. Это, конечно, скромным не является, это навязывание. Такое вполне может проявиться, если чувственная привязанность какая-то возникает. Может по-разному быть. Кто-то может пугаться, а у кого-то, наоборот, такая проявляется настырность в демонстрации внимания. 163. Но поговорить можно, потому что однозначно это относится к неправильному проявлению. А вот каким образом с мамой или с ней сразу это не принципиально. 164. Еще насчет нарядов. Молодая женщина-педагог спрашивает, допустимо ли в школу приходить в юбочке выше колен. На ней прекрасно сидит эта юбочка, но она короткая, сантиметров 20 выше колен. Как к этому отнесутся мальчики и мужчины? 165. Мальчики с интересом отнесутся. 166. Мужчины так и сказали «Мы полюбуемся». А она засмущалась. 167. Так вот ей надо знать, что будут обращать внимание мужчины. Ей самой чего хочется. 168. Красиво выглядеть. 169. Вызвать возбуждение у мужчины. А ты прямо так и говори, потому что это именно с этим связано. Нет другого, мужчины по-другому не смотрят на юбочку. 170. Поэтому ей надо просто понять она контактирует с мужчинами, так вот она что желает в них вызвать. Потому что-то, что она желает вызвать, уже говорит об определенных качествах внутреннего мира к чему она тяготеет. И в зависимости от того, как она их будет развивать, это будет становиться сильнее. 171. Поэтому тут и начинается то, что может испортить девочку, то есть сделать ее не очень привлекательной для серьезного мужчины. 172. Но это педагог спрашивает. Хочется понять допустимо ли педагогу, например, в обтягивающих лосинах и в кофточке до линии бедер приходить в школу на уроки. 173. А мужчина как видит эту ситуацию? Изящную девочку или возбуждающую чем-то в одежде. То есть мужчина прежде воспринимает женщину с сексуальной стороны. Значит, чем больше вы выделите именно сексуальную сторону, тем больше он будет ощущать именно возбуждение. 174. А теперь думайте, вам надо усиливать это все в нем, а для чего? Или вы просто хотите быть изящными, красивыми, таинственными? Вот тогда это немножко в другую область надо откручивать. Красивыми можно быть не обязательно с подчеркнуто оголенными частями тела. То есть смотрите, что вы сами хотите. 175. Учитель, тогда можно я уточню про себя. Я одета, как мне кажется, очень скромно. Пиджак, юбка до колен, туфли. И вот прохожу у нас с учительская через класс, а мальчики на меня смотрят. 176. Просто пиджак, юбка до колен. Главное, чтоб еще и не пугающе это выглядело. Я же не сказал о том, что женщина должна скромно одеться так, чтобы вообще не вызывать никакого в мужчине влечения. Так пугать не надо его, вы его психику можете поранить. 177. Надевайте пиджак, наденьте так, чтоб это было сексуально. Чтоб это не было нарочито, чтобы вы не пытались сексуальность вперед себя выставлять, но сексуально должно быть однозначно. 178. То есть эту мы тему не исключаем, это нормально. Потому что если женщина не будет одеваться сексуально, если она сама не ощущает эту сексуальность, это для нее убийственно. Нельзя это делать. И для мужчины это тоже убийственно. 179. Учитель, хочу уточнить, я немножко не поняла. Я тот педагог, которая в короткой юбочке пришла. Ну вот я оделась, чувствую себя комфортно. Думаю, как это со школой совмещается. Как будто бы нормально. Спросила у мужа педагога, он говорит нормально. У женщин педагогов спросила, одна говорит хорошо, а другая говорит нескромно. И вот внутрь себя пытаюсь заглянуть. 180. То есть на 20 сантиметров выше. 181. На 12. 182. Ну мальчишки, конечно, будут обращать внимание в первую очередь. Как только зайдешь, первые, на что они обратят внимание, это на эти 12 сантиметров. 183. Это не очень хорошо. 184. Главное, чтобы они потом усваивали знания. Как бы не сбилась вот эта часть настройки внутри. Если ты просто пройдешь и спрячешься за столиком, тебя не будет видно и ты будешь подавать знания, может, еще ничего. 185. Но вы просто помните, это неизбежно будет проявляться, и ярко проявляться. Чем взрослее будут становиться мальчики, тем сильнее это будет проявляться, на них сказываться. Поэтому это как своеобразная ответственность, которую вы несете перед ними. 186. И тут надо не упиваться тем, что как здорово, на вас так отвлекаются и реагируют. Тут главное перебор не сделать внутренний свой, эгоистический уже. Вы и должны быть красивы, но и не должны им помешать постигать знания. И чтоб не додумали о вас чего-то некрасивого. 187. Потому что по поведению женщины мужчина же тоже создает какое-то впечатление и образ о женщине. А соответственно, как он будет тебя воспринимать. Как женщину скромную, хорошую, благородную или как другую. Вот это уже зависит от того, как ты будешь одеваться. 188. Уже у него начнет решаться этот вопрос, каким образом он будет воспринимать тебя и, соответственно, разговаривая с другими, обозначать тебя для других. Эта среда всегда была и остается, общение такое. И вы должны это понимать. 189. То есть это большая ошибка, если женщина только радуется тому, что она вызывает такое внимание, оборачиваются все, смотрит, возбуждаются. И она чувствует, как здорово значит, она такая красивая, привлекательная. Но это эгоистический взгляд, нехороший взгляд. 190. Он естественный у женщины. Он нормален сам в основе. Потому что, если вызывает радость, значит, хорошо все, более-менее гармонично, красиво, правильно. 191. Но у этого правильного есть перегиб. Ведь неизбежно это правильное однозначно связано с эгоизмом. Нравится не душе, нравится эгоизму. А раз ему нравится, вы встали на опасную дорогу. Он будет требовать, чтобы этого еще больше проявлялось. 192. То есть это не может на одном уровне держаться. Оно потихоньку будет стаскивать к тем отклонениям, о которых уже вначале поговорили, и вы начнете усиливать их. Там чуть разрез увеличили, а вот тут еще что-то подчеркнули, больше хочется подчеркнуть, чтобы еще больше вызвать эффект внимания к себе. Но вы пойдете уже в опасную сторону. Так было бы уже неправильно увлекаться этим. 193. Мужчинам в радость это все. Да, они всегда будут это хвалить, в ладоши хлопать, рассказывать друг другу. Но вы образ начнете терять красивый по-настоящему, в другой будет переходить в прикольное. Я б не хотел, чтобы это к вам приклеивалось. 194. Будьте красивыми, женственными. Это немножко другая область. Но это та область, где я не смогу сразу одним ответом что-то обозначить. То есть мы не сможем в сантиметры что-то перевести. Это как бы не совсем то. 195. Но это ваша внутренняя дисциплина, вы понимаете всю ответственность за то, что с вами связано и как вы контактируете с людьми, с детьми и особенно с мальчишками, вы начинаете их формировать. Хоть вы и встречаетесь только в школе, но вы их уже формируете. 196. У них уже какое-то отношение к женщинам начинает формироваться, когда они контактируют с вами. Как они общаются, как вы им отвечаете на что-то, идет воспитание мужчины, идет воспитание его отношения к женщине. 197. Хотите, чтоб он видел в вас что-то действительно благородное, был бережным к этому, не торопился как-то сразу соскальзывать ву, а что-то неопрятное, тогда соответственно и ведите себя. Иначе соскользнуть у них мышление элементарно может. Чуть допустили промашку, легкость какую-то все, он начнет скользить в сторону. Потом выправлять сложнее будет. 198. Учитель, у меня дочка 9 лет. Правильно ли я ей определяю одежду, чтобы она не носила брюки обтягивающие, где подчеркиваются ягодицы, обтягивается лобок. 199. Это нескромно будет. 200. Еще я ей говорю, если юбочку надеваешь, то чуть выше колен. Девочке 9 лет нормально так сказать. 201. Так нормально оговаривать. 202. И я ее прошу, чтобы даже дома она никогда не ходила в колготках, в лосинах без юбочки. Я вижу это неопрятным. 203. Лучше сразу воспитывать в себе эти качества. И не просто быть опрятной, только когда приходят гости, это не совсем верно. Это вообще качество души должно быть, качество естества девочки быть опрятной. 204. Муж в течение недели прилюдно подкалывает фразами типа ну, училка, какая умная. Сын, я тебе не завидую, что у тебя мать училка. А вечерами он подходит с ласковым обращением ах ты, моя сладенькая, предлагая близость. Было ли допустимым произнести зачем же ты такую сладенькую все время покусываешь. Я хотела обратить его внимание на произносимые им слова в течение дня. 205. Надо ли поучить мужчину. 206. Это как упрек, да. 207. Ты поучаешь его. Он у тебя не спрашивает совета, а ты начинаешь его возвращать. Он начинает выражать тебе свою нежность, а ты ему напоминаешь какие-то размышления. Ну, он может задуматься, конечно, но потом тебе долго придется его включать в эту нежность. 208. А у меня гасится желание интимной близости. 209. Потому что ты обиделась. Ну ты же училка. А в чем дело тогда? Он что, соврал, что ли, унизил? 210. Я так воспринимаю. 211. Ну да, видишь, ты добавила негативный оттенок. 212. И еще отказ в интимной близости им воспринимается как манипуляция им. Хотя неоднократно мы разговаривали, что я никогда не отказываюсь от близости, если у меня желание есть. Надо ли еще об этом говорить ему? 213. Я не совсем понимаю. То есть в какой-то момент идет отказ, но в такой момент, что он не понимает. 214. Да. Ну вот я какие-то его слова восприняла с обидой. 215. Ты можешь извиниться перед ним. Скажи, я просто не смогла справиться сегодня. Я обиделась на это. Я понимаю, что я глупая, но не смогла справиться с этим. И эта обида у меня немножко пригасила мои ощущения. Ты прости меня. Я буду сейчас работать, постараюсь, чтоб у меня такого не возникало. 216. Видишь, училке надо учиться еще. Поэтому вот так извиняешься, говоришь ты меня прости, это не в тебе проблема, это моя личная проблема. Я просто не смогла справиться. 217. Потом в разговоре он сказал, чтобы, когда он произносит такие слова, я сразу его останавливала, обращала на это внимание, прилюдно даже. Надо ли так делать? 218. Если ты сделаешь то, что я сейчас сказал, то это вовсе не надо будет делать. Он же любя говорит, не обращай на это внимание. Мужчина любит тебя, он так просто умеет выражать себя, свое внимание. Как мальчик в классе за косичку дернет и сразу понятно, что девочка, видимо, нравится ему. 219. Ну так вот он и продолжает за косичку дергать. Ну что ты, он просто еще не совсем вырос, и что с него требовать, чтобы он был умудренный муж такой? Нет, ему еще расти и расти надо. 220. Ну пусть дергает. Значит, все нормально. Значит, ты действительно в душе его, в сердце его. Но он по-другому не может выразить себя. Ничего. Вот это надо научиться понимать. 221. Вот что мы всегда говорим с пониманием отнестись. То есть ты изучаешь, знакомишься с мужчиной, который рядом с тобой. Познакомилась, подметила его данность. Все, если такая данность, ты не ждешь от него ничего другого. Все, данность ты приняла. 222. А получается, данность тобой не принята. И ты борешься с ним. Ты его перестраиваешь, ты его учишь. Ну а кто ты тогда есть, если не училка? Ты и детей, и его все учишь, учишь. 223. Вот он как школьник и пробует шкодить. Может, еще и кнопки тебе подсунет на кресло. Будь готова улыбнуться. Нормально все это. 224. Можно по одежде уточнить. Есть молодежная одежда, обтягивающие штаны и туники коротенькие. В этом можно ходить в школу. Мой ребенок говорит, я хочу по-молодежному одеваться. 225. Если сами увидите, что так нежелательно, то можете просто правило установить, в школу ходит только так. Не ударяйтесь в детали, упростите. 226. Если вы начнете позволять каким-то деталям появляться, вам будет трудно отсекать новые детали. Потому что все будут говорить, так там же разрешили. А почему тут нельзя? Вы сами запутаетесь в этих деталях. 227. Определите что-то простое, условный дресс-код какой-то школьный, и просто сухо этому следуйте. Нет, потому что в школе у нас не принято и все. Больше ничего объяснять не надо. 228. А если у нас и взрослые женщины так ходят в школу, обтягивающие джинсы и туники коротенькие, это нормально. 229. Причем здесь женщины, я никак не пойму, желающие быть благородными, красивыми, изящными. Причем здесь штаны пастуха. Это мужская одежда джинсы. 230. Это уже мутация в сознании происходит как раз. Ладно бы для удобства, для работы, допускаю. Это и есть рабочая одежда. Но джинсы так-то изящность не придают. Джинсы намекают на что-то грубое, суровое. Они не дают впечатления изящности, легкости, тонкости. 231. Для женщины важно вот это впечатление изящность, тонкость, легкость, нежность. Джинсы создают впечатление грубости. Когда это какая-то необходимость поездка, какие-то переезды, ладно, еще как-то можно оправдать. Но если вы увлекаетесь, это недостаток. Это не томода, это к красоте не имеет отношения. 232. Если хочется, наденьте. Но вы просто должны помнить, что к красоте это не относится. Это больше практичная одежда, роба. А вы в робе пытаетесь переться на концерт куда-то. 233. Учитель, для меня всю мою жизнь самым важным было дело. Я работаю с детишками, и у меня такая данность, что я полностью в это погружаюсь, и в голове у меня только дети, сказки, гномики. Мужчинам там если и есть место, то очень маленькое. Прочитав твои последние статьи, я поняла, что у женщины на первом месте должен стоять поиск мужчины, без которого. 234. Стоп. Сейчас главное, главная добавочка, вы не обращаете внимания, что я там подчеркнул специально для этого случая один момент, я показал первооснову. Я не обращался к мутантам. Вы мутанты сейчас, а я рассказал о первооснове. О той чистой первооснове, которую вы должны просто зафиксировать в голове, чтобы не забывать. 235. Но вы находитесь в условиях, где уже так перекручено все, такой наворот произошел у вас в опыте, в искажениях, у мужчин такой же хлам в голове, что теперь сразу выстроить чистоту будет очень сложно, его о многом просто невозможно. 236. Главное вам помнить об этом. Когда вы помните, не теряете эту нить, то ваше сознание будет реентироваться, ваша внутренняя настройка будет более-менее как-то иметь стержень. Если без стержня, вы просто сваливаетесь в искажение очень сильно. А так это какой-то стержень. 237. Вы не сразу сейчас выправите в его сторону что-то из приобретенного. Это много порой десятилетия, вам надо исправлять в себе, потому что уже такие отклонения мощные. И не только в генетике, но и в душе уже накоплен опыт такой, что страшно смотреть туда. И вам надо теперь с этим всем справиться. 238. Ты сейчас прежде находишься в каких-то условиях, где вовсе не подразумевается, что, прочитав мое, ты все бросаешь и ломанулась на поиски мужчины. Вовсе это не подразумевается. 239. Это я говорю о тех основах, которые вы где-то можете отследить у себя внутри что-то такое первоначальное. Оно вполне может у вас проявляться, но оно во многом, я думаю, забито разными еще условностями, придуманными и наработанными. 241. Но вы вполне можете угадать то, что я обозначил, где-то пробивается внутри вас этот голос. Поэтому я обозначал первооснову. 241. И если есть где-то возможность передавать какие-то понимания следующему поколению, это у вас будет возможность хорошая обозначать уже в первую очередь самое главное для тех, кто растет. Чтоб они не потеряли это главное в себе, а начинали ориентироваться вокруг этого стержня. И они будут уже более-менее правильно формироваться. 242. Но сейчас, сейчас гармонию не просто будет построить. Иначе, если вы ломанетесь в такие поиски, это будет какая-то несуразица полная. 243. Например, можно пойти помогать мужчине, который нуждается в моей помощи, раз у меня нет возможности в этой жизни избрать. 244. Если нет возможности, с тебя, значит, не спрашивается это. Как бы мне не хотелось, чтобы у вас все было замечательно, все сложилось красиво, взаимоотношения интересные выстроились, но я просто прекрасно понимаю, что это невозможно. 245. Вы и мужчины вот материал, из которого надо изойти и построить гармонию. Но ни те, ни другие не готовы к гармонии. А из чего строить то эту гармонию? 246. У вас все время тяготение в какую-то область, которая к гармонии не имеет никакого отношения. Вы имеете комплексы, которыми дорожите, и очень сильно дорожите. Вы годами за них цепляетесь, и мне сложно их ковырнуть, у вас это болезненно для вас сразу. Чуть-чуть трогаю, и вы начинаете напрягаться, пугаться, будоражит это вас. 247. Потому что это та основа, которая вас корежит, она портит вас, а убрать ее так просто не получится. Огромный-огромный труд надо сделать, всем надо сделать и мужчинам, и женщинам. 248. Поэтому, если я и говорю, что полноценное развитие мужчины и женщины в единстве происходит, это не значит, что сейчас надо быстрее кому-то соединиться с кем-то, чтобы полноценно развиться. Так будет неправильно. 249. Должно сложиться какое-то соответствующее стечение обстоятельств, какие-то чувственные проявления должны произойти. То есть череда каких-то моментов, которые показывают благоприятность развития этого обстоятельства. Значит, оно перед тобой открыто. 250. И искусственно создавать обстоятельства не надо. Можно забуриться так, что потом не поймешь, где искать выход и как быстрее оттуда убежать. А потом всю жизнь вспоминать с содроганием все это дело. Не надо так. 251. Поэтому вы находите разные места, где вы можете в чем-то реализоваться и оказаться максимально полезными для тех, кто рядом, и пробуйте это делать. Но это всегда будет какую-то долю накладки нести, потому что слишком все негармонично получилось. Никто еще не знает, что это такое гармония. 252. То есть мне смиренно принять то, что мне сейчас дано в детском садике быть. 253. И смиренно, и просто, и умно, и мудро это надо воспринять. Да, это данность, которую надо уважать. Просто уважать и внутри правильно стараться делать посильное, что есть. 254. И если чего-то как будто бы не хватает пока, а это в соответствии с гармонией хорошо было бы по совершенно объективным причинам, к этому надо просто отнестись, что, значит, сейчас это и не нужно. И не только не нужно, оно может даже и испортить все. Даже и так еще может быть. 255. Потому что это же надо сделать из кого-то, из тех, кто вокруг. А там такие, из которых если все-таки сделать, то хорошего не получится. То есть, если действительно будет что-то очень важное и ценное для такого формирования, оно появится. Но тогда, соответственно, начнут складываться и условия для этого благоприятные. 256. Но если их нет, значит, просто то, что есть вокруг, не подходит. И насильно это соединить ничего хорошего не получится. 257. Благодарю, учитель. 258. Учитель, когда в компании, где мужчины и женщины, заводят разговоры о каких-то физиологических подробностях, о гинекологии, о родах, меня очень смущают вот эти моменты. Я такие разговоры с трудом переношу. Уместно ли такое мое смущение или мне можно самой поговорить на эту тему, включиться в такой разговор. 259. Я сейчас не услышал ни одного конкретного момента. То есть люди собрались, поговорили об общей знакомой, она беременная, и они заговорили, что у нее живот такой круглый, а ты сразу покраснела, сбежала куда-то, спряталась, о деталях начали говорить. 269. Начинаются разговоры, к примеру, о родах у козы. Там очень чудесные подробности бывают, что-то там у нее выпало. И я вот смущаюсь. 261. Ну да, это, знаешь, такая специфическая часть. 262. Или какие-то проблемы женские обсуждаются. 263. Ну, можешь не участвовать в этом. 264. А иногда в автобусе разговор такой ведется тоже, и мне не выйти. 265. Вози с собой беруши, воткни в уши и... 266. Со мной женщина начинает разговаривать об этом. 267. Скажи прости, я боюсь этих тем. 268. То есть можно даже остановить. 269. А почему нет? Скажи я просто смущаюсь этих тем, я просто пугаюсь, я трусиха. Не рассказывай мне это, а то я просто потеряю сознание. Уже замечено было, поэтому... 270. Это все зависит от жизни человека. Кто с чем сталкивается, кто к чему расположен. Кому-то хочется быть хирургом. Но вряд ли вы все способны подойти и посмотреть на операцию, заглянуть внутрь, что там отрезается. Это психологическое состояние такое, которое располагает к такой профессии. Но оно у всех у вас разное, поэтому тут ничего дурного нет. 271. Узнала у мужа, что он уже дочитывает статью в Фейсбуке. Не будет ли требованием и выражением недовольства сказать мне грустно, что ты уже все прочитал. Я хотела с тобой почитать вместе. Можешь меня в следующий раз пригласить. 272. А от чего грустно? Что он все прочитал? Странная грусть. 273. Мне просто хотелось вместе с ним побыть, почитать вместе статьи. 274. Так ты читать хотела или с ним быть? 275. С ним вместе почитать, рядом посидеть. 276. Это ладно, если журнал полистать вместе обнялись, полистали журнал, картинки пообсуждали. А почитать серьезную литературу вместе? Это как? Я не пойму. В слух или как? 277. Нет. Когда он вслух читает, тогда я просто слушаю. 278. Ты в другой раз попроси, если будешь еще читать, позови меня. Тоже хочется почитать рядышком. А сказать, что грустно тебе стало, это ни к чему. Ты уже его как будто немножко обижаешь, что он не досмотрел такой момент, не учел. 279. У меня был и второй вариант в голове здорово, что ты все прочитал. Ты меня, если сможешь, в другой раз позови. Так лучше было бы сказать. 280. Было бы лучше, да, конечно. 281. А вот еще одна похожая ситуация. Обычно я стараюсь доверять мужчине, как он сможет достроить дом, так и сможет. А вот один раз проснулась, мне что-то так грустно стало, что у нас все никак не достраивается, и я ему выразила. 282. Что? Мне грустно стало, что ты не достроил. Грустно, что ты не прочитал. Что-то грустное о жизни у тебя. Что значит грустно? Муж есть, все есть как будто бы. Ну что-то там не доделано, и что? Что грустно то? 283. Возможность служить есть кому, он не ушел никуда, не запрещает тебе выражать свою любовь и нежность к нему. Тогда все остальное как может быть грустно. 284. То есть я просто свои эти ощущения грустные перестраиваю на позитив внутри. 285. У тебя нет желаний, и все. Осталось только стремление служить. 286. То есть у меня не должно быть желания, чтобы достроилось. Правильно я поняла. 287. А почему беспокоить тебя должно, достроиться это или не достроиться? Дальше можно и не продолжать эту тему двигать, когда надо, и построиться. 288. Главное у тебя есть возможность выражать к нему свою любовь. Ты же хочешь быть другом, быть хорошей женой, так люби его. Женщина это любовь. Это не просто объект, который должны любить мужчины, это она любовь. 289. А мужчина, конечно, будет любить. Если она любовь, он не сможет не любить. Но прежде она любовь. Мужчина творец, а она любовь. 298. Мы сегодня уже обозначили очень важный момент. Просто очень важный. И вы должны запомнить, если есть желание, вы встаете на путь развала семьи. Будьте просто осторожны. Желание нельзя выключить. Чувственный мир не отключишь, но, встав на этот путь, если вы будете неаккуратны, неосторожны, не будете помнить о смирении, вы будете ставить ваши взаимоотношения на путь развала. 291. Рано или поздно это трещину даст, потому что вы будете развивать это все. Чувства будут усиливаться, желания. Потом это перерастет в требования. Это не бывает по-другому. 292. Желание надо смирением удерживать. Смирение это то, что призвано удерживать чрезмерное развитие, смирять, удерживать то, что стремится перейти границу. Вот смысл смирения удержать чувственную часть вашу в допустимой норме. Вы пустите, перейдет граница нормы вам придется бороться с перегибами. 293. То есть желания то у вас будут, но будьте с ними осторожней. Не увлекайтесь ими, не концентрируйте свое внимание на них, не ставьте на них ударение свое. 294. Когда вы начинаете следить за ситуацией, то есть не строится дом, вы посмотрели ага, крыша опять не сделана, изменений нет. Это значит, что вы контролируете, контролировать, вы начинаете внутри переходить на требования, чтоб это было. А этого нет. Это будет болезненно. 295. Возьмем другое. Иногда чаю хочется попить вместе. На это тоже с какой-то другой стороны надо посмотреть. 296. Не хочешь ли попить чайку? Давай попьем чайку, простое предложение. Пожалуйста. 297. И если не получается вместе попить чаю, то не надо на этом концентрироваться. 298. Ни в коем случае. Да, ни в коем случае не концентрируйся. Предложила, потому что тебе хотелось и ему приятное сделать. Естественно, и тебе это будет приятно. Вместе посидеть чайку попить это нормальное желание. 299. Но дальше все зависит от каких-то еще обстоятельств, с ним связанных. Ему надо дать решить это все, для него это важно, и для вас, значит, тоже важно. 300. Значит, вы бережно к этому относитесь. Не получается, значит, не получается сегодня. Не получилось уже месяц попить чай, да и ладно. Это хорошо, но оно не является главным. 301. Но если это вас скребет, у вас неправильный акцент стоит. Что значит отсутствие чая? Как может хорошее чувство любви разрушиться от отсутствия чая? 302. Посмотрите, вот параллель простую проводим и какой-то абсурд получается. Вот так его о всем остальном проводите параллели. Видите, что идет к какому-то охлаждению, посмотрите, какая деталь вас начинает смущать. И это на самом деле какая-то простая, примитивная вещь. И потом проведите параллель неужели вот эта примитивная вещь гораздо ценнее ваших чувств. 303. Вы что, совсем, что ли, уже? Чтобы такие вещи, в магазине купленные или на улице найденные, могли быть дороже ваших чувств. Не бывает такого. Ни один предмет на земле не может быть дороже ваших чувств. Нет таких предметов на земле. 304. И если предметы вам все ломают, ваше чувство ничего не стоит. Это ваш эгоизм пытается выпендриться, проявляться как-то, себя показать. 305. То есть, если у вас хорошее чувство, ничто искусственно сотворенное на земле не может разрушить эти чувства. Нет ценности более высокой. 306. Ваши чувства это самое главное. Храните их, берегите их, взлелейте их, поливайте их нужным каким-то рассольчиком или жижкой какой-то, но окропляйте так, чтоб это поддерживало ваше чувство. 307. От мужчины не ожидайте ничего, выживите отдачей для него. Вы можете проговорить вот хотелось бы то-то, хотелось бы то, это нормально желание выразить. Но не делайте акцент. 308. Поставите акцент начнете расстраиваться. Расстройство скажется на ваших взаимоотношениях, это будет ощущаться. Если это пока изредка где-то возникает, оно как бы может еще проходить незаметно, условно незаметно. 309. То есть оно царапнуло, но, так как не последовало другое, успело зажить. Опять царапнуло успело зажить. Потом царапнуло не успело зажить. Опять царапнуло, опять не успело зажить. И раны начинают накапливаться со временем. 310. А чем дальше, это, естественно, не будет успевать заживать, потому что вы чаще начнете царапаться. И естественный процесс заживления уже не будет успевать срабатывать. 311. А раз начнут накапливаться раны, они болезненнее будут становиться, и пойдет провал. Обязательно. И чем позже, тем больнее будет это все. 312. Учитель, этот вопрос про грустное мы с мужем составляли. Наверное, не стоит ему рассказывать. 313. Рассказывать, как ты должна себя вести. С чего бы это мужчине рассказывать, как ты должна себя вести. Ты просто будешь так вести себя, и все. 314. Скажи, я просто поняла в очередной раз, какая я дура. Надеюсь, что сейчас у меня что-то получится. Прости меня, если что-то тебя смущало, я сейчас буду стараться. 315. Еще я хотела сказать, что у меня ком внутри какой-то. Может быть, это какой-то внутренний страх задавать вопрос. 316. Ты и спрашиваешь по чуть-чуть, по чуть-чуть. 317. А вот как убрать этот ком внутри. 318. Как изменить свой внутренний мир, чтоб он был в порядке. Почитай весь последний завет и исполни все, и нормально будет. 319. Но я его сразу не исполню. 320. Мы уже 20 лет говорим о том, чтобы выправить вот эти все беспорядки внутри и продолжаем говорить. Это все одного и того же касается. 321. Мы говорим вещи какие-то, но все равно вам еще приходится дозревать до них. Они, казалось бы, понятны. Вы послушали, порадовались, как будто бы понятно. Потом начинаете соединяться, обсуждать и видите разные-разные какие-то толкования, какие-то моменты, которые у вас начинают вскрываться. Вам еще дозревать приходится до того, что мы говорим. 322. Итак, вот по каждой детали, которую мы обговариваем, надо будет отдельно потом дозревать. Что-то затронули потом, дозревание будет через общение разнообразное, эти какие-то детальки выправляться будут. Еще много чего-то коснуться надо будет. Вот так и идет процесс. 323. Просто когда этот ком есть у вас всех, то не так-то просто до всех сразу донести простую истину. Сразу ощущается, что вы еще не созрели правильно ее спросить. И мы вроде бы трогаем, но она еще недостаточно будет вам ясна. 324. Вам еще придется на этом же месте спотыкаться. Хотя вроде бы и касаемся чего-то, но вы будете на нем спотыкаться еще не до конца. Момент сам у вас рассмотрен, вами осознан не до конца. 325. Правильно ли я поняла, что если я дарю мужу свою радость, нежность, все для него стараюсь, то удовлетворение я получаю, когда ему становится приятно. Где-то вижу улыбку, где-то вижу, что ему приятно, и это именно должно меня наполнять, да. 326. Да. Это самые главные твои ценности. Только то твое, что ты отдаешь. 327. То есть удовлетворение чувственное такое должно во мне возникать, да. 328. Так это и есть нормальное удовлетворение мастера, когда он созидает и видит результат хороший. Он удовлетворение получает, это его окрыляет. Это нормальное состояние. 329. А если он на это не обращает внимания, а на другое как его лично самого удовлетворяют другие, делают ли они то, что он от них ожидает делают приятно, не делают больно, неприятно, это другой, уже эгоистический, взгляд на реальность. 330. А взгляд творящего начала это когда ты творишь и удовлетворяешься от удачного исполнения чего-то очередного. Интересно получилось тебе приятно, ты еще больше стараешься делать. Но ты больше настроена на творение. 331. То есть, когда я говорю, что в мужчине больше творящее начало, это не означает, что в женщине нет творящего начала. Все равно все люди это творящее начало. 332. Просто где-то есть одни акценты, где-то другие акценты. Но в основе везде заложена эта основа всех людей любить, творить, любоваться. 333. Спасибо большое, учитель. 334. Все, все. А то мы, я смотрю, бродим вокруг одного и того же. Сейчас вам просто надо посидеть и разложить все внутри. Все. До встречи. Счастья вам. 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 Не надо такое рассказывать, что если ей будут навязывать такое, то она будет стараться избегать встречи в этом случае. 10. А кто сказал, что она была плохая? Из этого всего, что перечисляет, почему плохая-то она была? Про человеческие качества здесь ничего не говорится, а говорится про какие-то увлечимости, какие-то отклонения вдоль творений и желаний. Но разговор о человеке еще пока нет. 11. Ну, может быть, у нее и было что-то, но зато при этом она могла быть очень хорошим человеком, который ей очень многим помогал. А что плохого тогда произошло? Почему ей надо забыть что-то? 12. Задивали ты в этом случае. Это все, что я сейчас пробую вам осилищать. Это значит, может. И хотя вы почему-то не имеете уже никакого отношения, то это уже все ушло. А все еще это достает. Хотя было оно, не было. Кавычки кончаются. 13. Как я помню, ей, во-первых, не стоит пугаться, а во-вторых, можно вот эти кавычки кончаются. 14. Предупредить надо. Кавычки кончаются. 15. Предупредить, что она не хотела бы это слушать. Кавычки кончаются. 16. В кавычках. Это не уютно за какие-то швы и действия. Ну так перенесите смысл, но в тот момент, когда вы делали этот шин. Вы считали это правильным. Как правило, на тот момент вам казалось это правильным. Так это и есть нормальное действие. 19. Ненормальное, это когда вы понимаете, что нехорошо, но вы искинули какую-то выгоду, делали этот шин. Вот это нехороший шин. Но если на этот момент вы другого не видели, вам казалось это нормальным. Все, успокойтесь, это было нормальное ваше действие на тот момент. Другого не требовалось от вас. 20. А сейчас вы уже видите, что этого не стоит делать, но и все. Вам не предоставили даже такой ситуации, потому что уже понятно, что вы ее решаете. У вас изменилось что-то, вам уже другие задачи дают. Кавычки кончаются. 21. В кавычках. Спрашивали, доженщина, у него 72 года. Два года назад нахлынули воспоминания о первой юношеской платонической любви обою дной. И пылились из внутреннего мира моего стихи. И постоянно эту юношу умение перед глазами, с ним я общаюсь, и кажется, что у меня он понимает. А нужно ли мне раскручивать эти воспоминания, образы? Кавычки кончаются. 22. С кавычках. Мне не помню этого слова. Раскручивать кавычки кончаются. 23. С кавычках. Входит в духе и начинает движеть, поужиться. Кавычки кончаются. 24. С кавычках. Лучше ближе к практике. Что такое? С кавычках. Поужиться. Кавычки кончаются. Я пока не понимаю проблему в этом случае. Пока мы не касаемся чего-то, где может усмотреться проблема. Что-то подразумевается, какое-то мечтание. Но что дальше? Я не помню. С чем на практике это начинает быть связано? Тут не понятно, что такое? В кавычках. Поужение. Кавычки кончаются. Что она на практике подразумевает, какие именно действия? 25. К примеру, можно ли поужиться так, что уже перестало кушать, цереть сознание от голода? Можно ли продолжать поужиться? Тут мы уже говорим о великой проблеме, можно так уметь. 26. Поэтому, когда ты говоришь, поужение, кавычки кончаются. Я начинаю не понимать, с какой практики, с какой плоскостью себя назло такое поужение. Чуть больше об этом подумать, но ничего не нарушая в практике. Да, пожалуй, 100. Потому что, хоть мало подымал, хоть чуть-чуть больше подымал, это в принципе не чем-то в отличие от одного другого. Кавычки кончаются. 27. Возраст здесь не помеха, но я правильно понял. Хоть 100 лет. Кавычки кончаются. 28. В кавычках. Да, это в общении как не связано. Это же воспоминание души, это воспоминание этого возраста. Человек поужинится в свое прошлое. Возраст здесь как бы в общении уместно рассматривать. Если хочется поужиться, если видеть, то возможно не хочется какие-то переживания испытывать. Да, пожалуй, 100. Здесь на кладке никакой нет. Кавычки кончаются. 29. В кавычках. Хорошо. Спрашивание взаимодействия женщины. Допустим, али взаимодействия женщине. Или одинакой женщине с ней раскрытой природой. Потребиться раскрывать природу с другой, более его пытовой. Массажа. Кавычки кончаются. 30. Это не совсем раскрытие природы. То есть полноценное природное раскрытие, оно обоюдное, мужское и женское. И энергия устроена так, чтобы, переливаясь из одного сосуда с другой, в целом создалось благотриятные условия для развития, расцвета, раскрытия. 31. Это не совсем верно понимается, это более узкие характеры раскрытия каких-то. Это больше может быть связано где-то с тем, что человек чему-то хочет научиться, когда он какие-то перегибы пробует погасить. 32. В этом должна усматриваться какая-то исключительная благоприятность. Но она исключительная. Это не правило, в котором, включаясь все, вы развиваетесь. Это с развитием не связано. 33. Поэтому это рассматривать можно только какое-то исключение, когда в силу развивающихся обстоятельства накладка возникла. И чтобы ее сгладить, решить, вовнять психическое состояние, можно и рассматривать, чтобы такой вариант... Кавычки кончаются. 34. В кавычках. Спрашиваю о нем замужняя женщина. Когда мужу езженит на заработки надолго, мне хочется нежности, пласки, и я занимаюсь самым удовлетворением. После этого хорошо сплю. Но потом сомневаюсь, и становится мне как-то неловко. Может быть, он знает. Можно ли это делать замужней женщине, или все-таки можно ждать мужа? Кавычки кончаются. 35. В кавычках. Посмотреть какие-то негативные отклонения. 36. А так, в принципе, это не сильно зло с каким-то нарушением. Но это опять и сторона, где, наверно, будет сложно дать одному подсказку. Это как будто бы и нормально, и в то же время не убьется возродить у тебя целины, планетны, которые можно как точку поставить, чтобы на него ориентироваться. 37. То есть подразумеваются какие-то обстоятельства, какие-то нюансы, которые не в кавычках будут нуждаться в дополнительном разговоре. Человек, как бы увлекается чем-то, что ему нравится, в кавычках, он может допустить и что-то, что может стать уже опасным. 38. Потому что желание — это сильное явление, удовлетворять желание в себе дохочется. Если вам что-то приятно, вы и должны хотеть повторять это. Это нормальное проявление физиологии, психики человека. 39. Но когда человек идет по пути удовлетворения желаний, он мало-помаломо-избежно начинает добавлять какие-то оттенки. Потому что куба одумает уже повторяется без изменений, как будто бы чего-то не хватает. Вносится маленькая изюминка, продолжается с изюминкой. Потом опять как будто чего-то не хватает, еще что-то добавляется. 40. И, вот как двигались по этому пути, совершенному естественно можно куда-то отклониться. Поэтому, если один ответ использовать, можно потом нагородить очень много всего, у меня один ответ в основе, что нарушение имеет. Потом уже много чего пошло, о чем стоило бы задуматься, и стоило бы уже приостановиться где-то. 41. В кавычках. То есть можно какие-то детали чувственные, да? 42. В кавычках. Это уже не просто чувственные детали. Человек, увлекаясь чем-то, нужен, усмысливая, происходящая с ним, на чем-то начать спотыкаться как бы внутренне своим осознанием. 43. То есть, усмысливая, вроде бы все хорошо, но какой-то момент есть, который инфиксирует и ощущает, как накладку или шероховатость какую-то, что-то смущающее. Вот это уже сигнал. Начинать усмысливая темен, но вот этот узелочек, происходящий в каких-то усилиях, которые где-то, возможно, уже не создают накладку. Может быть, и нормальное. И только сработало что-то из опыта, что выдает смущение. А может быть, уже и ненормальное. Кавычки кончаются. 44. В кавычках. Если иногда пользуешься самоудовлетворенным для того, чтобы уснуть, это нормальное или нет, если представляю при этом уже. Кавычки кончаются. 45. Если ты говоришь об обстроительствах, которые создают физиологическое осложнение в твоей жизни, и тебе трудно заснуть. Кавычки кончаются. 46. Ну да, перевозбуждение в организме. Кавычки кончаются. 47. Тогда это конечное, возможно. Кавычки кончаются. 48. Но при этом предоставлять, что ты сможешь, да. Кавычки кончаются. 49. Варианты какие еще? Кавычки кончаются. 50. В кавычках. Можно вовсе ничего не представлять, и все равно все получится. Кавычки кончаются. 51. В кавычках. Это пожалуисто. Но в этом накладке нет. Кавычки кончаются. 52. В кавычках. Женщина спрашивает, вот муж утром встает, и у меня не большая потребность, чтобы я и дети пожелали ему доброго утра, обняли его, поцеловали. Правильно ли это мое желание? 52. Или мне нужно настраивать свой чувственный мир только на то, что я хочу ему дать? То есть я обнимаю, ее целую. И ждать от него объятий, поцелуев. Кавычки кончаются. 53. В кавычках. Не надо ждать. Не надо. Опасное это ожидание. Если вы начинаете ожидать, вы будете на этом выстраиваться. Чем больше таких устройств, тем быстрее ухлажняются чувства. То есть вы можете сами включить в свое желание разрушить все ваши взаимоотношения. 54. И вроде вы желаете хорошую, но вы все разрушите, потому что желание перерастет в требование. Потихонечку оно будет укрепляться, оно не будет стоить на месте. И, тем более, еще кто-то прибежит, расскажет, что такое, что у нее есть семья, у подружки, но у вас нет. А вы желаете, но у вас нет. И так, мужик Котина, другой в одну месту. 55. Потом вы начинаете расстраиваться, как может быть, уже не любит он, поэтому не обращает внимания на ваши желания, не может почувствовать. То есть пойдет, как я-то претензия уже изнутри в сторону мышечки. 56. Если вы начинаете на свое желание ставить ударнее, оно начнет расти. Не ставьте. Вы счищаете, но не ставьте. Не удовлетворяется. Не ставьте ударнее. 57. Если вы поставите ударнее, то, если не будут вам ответить, вы начнете испытывать легкие царапинки. Они начнут возникать. 58. Но чем больше кто-то дону и сто, с песочком так натираются, маленькие больше, больше. Потом это не выносим и становится. Это в коем-ничем итоге удастся и разрушится. Так что лучше этого добросить. 59. Ваша задача — изменить мир непосредством того, чтобы выскочить дело в городу, построить какое-то моштебное сооружение, где-то провоцигреется или что-то. Это не ваше дело. Это моштина пусть бегает с топором или с молоком, вверх кана. 60. Вы в доме. Вот у вас моштина появился. И все — это объект в вашем доме. Вы и так все стены понасветили, и вот он пришел, уже исключенный. И где-то раздал все. Вы набрасываетесь на него и наполняете. И получаете удовольствие от того, что у вас есть возможность наполнять. 61. Это так же, как если вы уже умеете чувствовать уют, порядок в доме. Если кто-то нарушается, вы расстроивалитесь. Наводите порядок, чувствуете удовлетворение, все стало как бы на место у вас внутри. 62. Вот теперь вы строите наоборот к этой отношении к моштине. Он вышел, такой бесчувствовший, все раздал, и ваша ответственность. Сделайте его опыть излучающим благодать. Благодать не в духовной части, а вот именно природной частью вы должны наполнить его, чтобы он отдохнул, успокоился, почувствовал какое-то вдохновение опыть. 63. Поэтому тут надо не сгрузить его ни тем, а суметь скрыть его наполнить. И почувствовать вот этого удовлетворение. Видите, что вменяется в лице, улыбка появляется, дышать стал по-другому, проще, не так часто. Шел из большого какого-то труда. И вот это уже удовлетворение. 64. Вот долбами ли нет, это уже второе. Желанное, но не главное. Главное, как меняется то, куда вы вкладываете свою любовь, свою заботу. Вот надо переориентировать свое сознание и только это видеть. 65. И если этот объект есть, куда вы можете вкладываться, то получается счастье в себе с вами, самореализация в себе пред вами, он его открыт. 66. А вот как бы вам не дает, это зависит уже, получается, не от вас. Вы начинаете зависеть от того, как меняется другой человек, захочет он что-то сделать, не захочет, сможет, не сможет. То есть масса личин, которые его вообще уже не с вами связаны. Но вы начинаете зависеть от таких вот изменчивых обстоятельств и страдаете вот этого. 67. А вот эта часть, отдача, зависит только от вас, получается. И тут не удовлетворенность вы можете получить, потому что где-то, может быть, пленились, где-то проявили невнимательность. Но это только от вас зависело, а не от него кавычки кончаются. 68. Бывание до желания, например, чтобы он обнял, а он в какой-то суете находится или куда-то убегает, и я сама первая подхожу к нему приласкаться. Или он сидит за компьютером, бывает, а мне хочется к нему ближаться, и я знаю, что он ответит, положит мне руку на голову, улыбнется. Вот такое возможно, да? Кавычки кончаются. 69. С кавычками. Да конечной. Кавычки кончаются. 70. С кавычками. Но у меня, получается, есть желание и волоски. Просто хорошее такое сустояние, и мне хочется, получается, как бы получить от него вот это приятно и прикосновение. Но я знаю, что он ответит, что он отвлечется на меня. Кавычки кончаются. 71. С кавычками. Это как бы естественное. Но ты, главное, не сама хочешь вразить к нему. Кавычки кончаются. 72. С кавычками. Я даже не знаю. Кавычки кончаются. 73. С кавычки. Если у одного жительания получить, значит, ты не сможешь правильное модер... С кавычками кончаются. Семьдесят четыре. Я знаю. Но мне приятно. Кавычки кончаются. Семьдесят пять. Такое оно и будет, естественно, приятно. Но ориентируйся именно. Я сейчас приноси и получу. Кавычки кончаются. Вот чтоб только у него дома цели получить. Вот только у него то, что было. Ну и, пожалуй, это нормально. Семьдесят шесть. Это и есть переполнимость. Когда захочете наполнеть. Так вы прикоснуться к этому же, бережно, аккуратно, ставь, если не нарушить ход его мыслей, если он там загружен на какое-то величайшее идеальное устройство. Вы стараетесь не сбить его с этой мысли. Пожалуй, если прикасайтесь как угодно к нему, но только старайтесь осторожно. Старайтесь беречь. Кавычки кончаются. Семьдесят семь. В кавычках. То есть я наполняю его уже своим таким хорошим настроением, состроением. Но у меня в мыслях нет, что я сейчас отдам. Я иду на реализацию этого желания, чтобы мне было приятно. Кавычки кончаются. Семьдесят восемь. В кавычках. Чтоб тебе дали приятно. Ты опять все сворачиваешь в эту сторону. Семьдесят девять. Ну поменяй мозг немножко, сдвинь его, чтобы ему сделать приятно. Это ты в который распытаешься повторить вопрос, и он у тебя в одной тоже стаканет. Получить. Скажи, я хочу ему приятное сделать. Кавычки кончаются. Восемьдесят. В кавычках. Учитель, скажи, а вот правильное полное мнение, что говорить мужу. В кавычках. Обним не меня. Кавычки кончаются. Кавычки кончаются. Восемьдесят один. В кавычках. Такие слова, возможно, в полу не могут быть. Но с ними надо быть осторожней. Кавычки кончаются. Восемьдесят два. В кавычках. Я просто заметила, что, как бы я говорю, обним не меня. Кавычки кончаются. Или. Лежи со мной. Кавычки кончаются. И он это делал не по моей просьбе, это получается как-то по-другому. Не так, как если бы он сам этого разделал. Кавычки кончаются. Восемьдесят три. В кавычках. Ну и что ты теперь хочешь спросить? Надо ли продолжать, чтобы же спрашивать его? Кавычки кончаются. Восемьдесят четыре. Возможно, да, все-таки просить и не обращать внимания на то, что это по-другому получается. 85 Что ты хочешь получить? Лишь бы он полежал рядом? Или получить что-то, когда он сам проявляет и не цвет его? 86 Мне, видимо, этого хочется 87 Но хочется сам от него добиться 88 Я пыталась справиться с его имущностью с чечением, когда мне было улучшено от того, что он не обнимает, не уделяет мне внимания Кавычки кончаются 89 Вот видишь Вот когда вы перестанете выражать свое желание, это все пройдет Вот о чем мы сегодня уже проговорили 90 Ты рядом с мучением для того, чтобы ему помочь Не использовать его для себя, он не может быть полезной Это исходная ебанная Это исходная точка, от которой ты отталкиваешься и идешь вперед 91 Конечной, он тоже будет отдавать на сколько может Но тебе то не должно в первую очередь интересовать В первую очередь твое желание быть ему хорошим Женой, быть ему другом, помогать Но сколько ты в силах Вот это твое желание 92 Хочется попросить угнать Это нормальное, возможно такое Но еще раз остановимся, проявляя желание Будьте осторожны, смотрите, как это происходит Может, да есть критерина в этот момент, а то ли сколько выбивает его из процесса творческого, которое у него происходит И он пока не умеет на просьбу так же отреагировать, как если бы сам этого хотел уже настроен в дно 93 То есть у него какое-то будет искусственное усилие над собой Но оно будет, естественно, не совсем таким, каким бы тебе хотелось это ощутить И если такое происходит, тогда будь осторожней с такими желаниями Калычки кончаются 94 Вопрос от незлежней женщины В милом чувственном мире у близкого общения с мужчинами не осталось ничего, кроме воли и слез И вот сейчас, как мужчины начинают симпатизировать мне, предлагать дружбу Нужно ли мне делать сознательного узевое усилие и идти с ними на дружбу? Если я не чувствую никакого желания общаться с ними, более тесно и доверительное Но у меня есть осознание, что надо работать над своим негативным отношением к мужчинам и надо идти общаться с ними Вот в этом вопросе нужно сознательного узевое усилие 95 В кавычках От мужчины можно было получить такие неприятности, когда от них ждешь чего-то надуманного, а он ей не в силах это дать И тем надуманнее ожидания, тем меньше вероятность и кому-то умудрится в эту попасть и дать эту 96 И получится череда такой, как мы с фантазией не выстроить о себе идеи какие-то ожидания, но мы же тем предоставим такие оттенки, которые его вовсе никто не сможет дать И получается, как он так закон, так то мы дерг, а не может дать этого, он а не может это получить И у дни расстройства 97 Если еще исключено то какое-то требование, то еще болезнение начинает отбываться нерешеному лету Мужчина не может дать, а он начинает ощущать уструю боль Чем сильнее требование к этому, смертнее будет боль 98 Но не мужчина боль приносит Он просто не может дать, что он дожил лет, и все Он боль не делал, это сделала он боль себе Получается, наделав себе боль у такой иллюзией, он опять присмощается, как дальше общаться с мужчинами 99 Но если от них продолжать ожидать иллюзии, лучше не общаться Чего расстраивать мужчин? Не надо их пугать Это и у них у нас же комплексы зарудить своим отношением таким Они потом будут приглядываться каждой женщине Что это? Они все такие, что ли? Что у них с головы? Кавычки кончаются Стоп Поэтому надо просто поменять себя Если есть возможность общаться, вот и надо подумать, что ты можешь для него сделать Не получить от него, а сделать для него 101 Хоть что-то приятное, хоть что-то теплое, хоть что-то себе твоим жесть внести в его жизни Попробуй Удалось чуть-чуть внести Прекрасно Что-то удалось реализовать в себе хорошее, по-настоящему хорошее Потому что у другого твоего тепло что-то загорелось внутри тепленькое тоже Ну так это же ценное явление 102 И только ты уже не ждал, что он дал Не дал Просто сделала какое-то усилие и подметила улыбку Какое-то изменение имени Кенущины, по которому можно судить, что ему приятно стало Он как будто бы чуть-чуть внутри как-то под раскрылся 103 Это уже ценнейшие моменты, которые надо учитывать Беречь Надо стремиться, чтобы уметь это грамотно делать, тогда все будет нормальной Кавычки кончаются 104 Учитель, вопрос про сексуальность В течение дня я поглаживаю, целую мужа, играю с ним, но это я на вечерю юбизор И даже в поле желания я могу стягивать с него руки Является ли это действие неженственным Кавычки кончаются 105 Нет, не является Это нормальное явление Это лучше ей делать, чем ему 106 Моя стена тоже, конечно, мужик такой Но если он постоянно будет находиться в таком состоянии, то он Творчеством никогда не займется 107 Если женщина так проявляет свою сексуальность, это нормальное Просто надо быть готовым, что мужчина не в себе там же сразу отреагирует, как живое Но это не означает, что на него это не действие Действие это означает 108 Поэтому теперь его спокойно и в его соблазне примусить в этом случае лучше женщине для мужчины Это ценнее будет Кавычки кончаются 109 Вот мы сейчас рассматриваем на такое понятие, как Благородство женщины Кавычки кончаются И мы пытаемся каким-то образом видеть в жизни, что это такое У данных женщин спрашивали это Дети играют на улице Муж пришел из работы, поужинал, присел на диван И у меня есть желание возродить его, что я хочу снимать ему без жизни Я целую его и поглаживаю гениталии Кавычки кончаются 110 Нормально Нормально Кавычки кончаются 111 Это вот носит церковь планетелью Благородство Благородство Кавычки кончаются Женщина не переедет благородство Кавычки кончаются 112 В кавычках Главное Не рассматривайте благородство, как что-то Тепло 0 Такой Высокоподнятый Подбородок К такой женщине можно попроситься подойти Издалека можно флажечку приподнять И аккуратно боком обойти Кавычки кончаются 113 В кавычках То есть это вполне нормальное действие ее женщины Кудованы природу на открытых мы щене Кавычки кончаются 114 В кавычках Кунечо Если у нас природа, это привлежит за ней И должно проливляться Если уже состоялась семья, значит, все открыто. 115. Это будет некрасиво в процессе знакомства. Вы начали поглаживать, но нет, я так. Это будет неуместно. Мощине все равно будет приятно, не будет имени испугать, но это будет неуместно. 116. Но если семья состоялась, это уже означает, что природа может не издерживаться. Тут уже главное, чтобы не было уродности. Вот этого не должно быть. 117. Но если в женщине рассматриваем мягкость, нежность, то все, что в это укладывается, выражение природы. Да, пожалуй, сколько угодно. Конечно, этот разумно тоже надо, кто еще немножко взвешивать, чтобы уже не забросить все, что рядом находится, в запустынье не превратить. Вот это, да, это очень хорошо. 117. Просто вы помните, как донышки на устремляне творчеством заниматься, и не взгляд очень широко может распределяться в окружающей реальности, и многие мелочи, нюансы происходящих событий, и не будут фиксироваться. Фиксироваться, значит, будут усмысливаться, сопоставляться с чем-то. И вот это со стороны не располагает к сексуальности. 119. Поэтому, если в голове много забот каких-то, ему сложнее будет переключиться сразу. Это может и не получится. Поэтому, если он как будто бы и не сразу реагирует на ваше внимание, это нормальное. Не обращайте на это внимание, выплескивайте на него в природу. 120. И у него будет это потихоньку убирать весь этот туман задумчивости. Вы не помешаете, это же будет нормальное. Но аккуратно, бережно. И не восстановивайтесь. Это нормальное явление, не смущайтесь, и он включится. Включите его просто. 121. Но если он пришел и как бы не обращает внимания, не думайте, что он вас разлюбил или еще что-то. Он также любит, просто для него творчество важно, он и без него не может быть мужчиной, он очень серьезный и он может играть в его сознании. Поэтому, если он озаботен, а вы же валийте нежности, не смущайтесь, проявляйте ее смело, включайте его в эту область. Кавычки кончаются. 122. Учитель, а вот некоторые женщины, когда обсуждаем сексуальность, говорят, но герои, такие вещи наложены культурой нашей услугой, чтобы посадить быть пушлыми. Вот именно в рассказе каких-то природных отношений. Кавычки кончаются. 123. С кавычки. Тут тогда надо смотреть детали. Кавычки кончаются. 124. С кавычки. Стягивание игрок не будет пушлыма. Кавычки кончаются. 125. Ну, тут главное, чтобы он не упал. На ходу стянуть с него, он, конечно, может грехнуться на него сбить. Это будет играть или сексуально выглядеть потом. Поэтому смотрят, что... Или только встанет, вы опыт стянули. Он может засмышляться не сказать. С кавычки. Странные ситуации. Кавычки кончаются. Ему идти надо. У него. Кавычки кончаются. 126. С кавычки. То есть, если существует учтение, что пошло не против. Кавычки кончаются. 127. Лучше взять и уточнить. Или его можно переспросить, не смущать или его что-то. Может быть, ему, наоборот, это нормально, ему нравится так. Тоже можно сказать, ну и ладно. Нравится так. Ладно. Если у женщины есть желание и ему нравится, да можно, по сути, даже и не рассматривать. 128. У вас есть многие наработки определенные психологические, где проводить упрятчивание, какое-то тоже может оказаться ли совсим местным, какое-то другое по всем пунктам. 129. Кому-то можно допустить одно, потому что если патруль на склонность, и это про не видит ничего, не готово в чем-то, им нравится. И той, и другой стороне. Ну и ладно. А другие смущались бы это делать. Ну и ладно, ну и не надо делать. Кавычки кончаются. 130. Муж мне сказал, что, как бы я проявляю свое желание и энтимной близости, делаю это слишком скромно. Ему хотелось бы, чтобы я активнее проявляла себя. Мы смыли в этом отношении и сознательного волевого и усилия. Допустим, я смущаю в гене и талии прикасаться, как бы я не знаю, расположен человек с этим и энтимной близости или нет. Мы смысл будет сознательного волевого и усилия применять, чтобы все-таки делать так, как ему нравится. Кавычки кончаются. 131. Клычки кончаются. Клычки кончаются. Это нормально. Ты перестанешь себя. Ведь в какой-то мере Моисеича затронет ему, где вы имеете разную степень из комплексованности. Любая попытка преодолеть уже существующий комплекс подразумевает волевое усилие. Любая попытка. 132. Вам не надо прилагать волевое усилие только там, к чему вы уже имеете расположенность. Вы желаете этого. Значит, комборцами надо преодолевать что-то не надо. Если есть желание, у вас эта часть открыта, она у вас уже функционер есть, она проявлена, тут не надо усилие прилагать. Но если мы говорим о чем-то, что вы не делаете, не привычу вам, это сразу один изначил подразумевание какое-то волевое усилие. 133. Поэтому здесь главное просто выполнять, не будет ли кто-то перегибом каким-то словом. Пошлое калычки кончаются. Мне не хотелось бы использовать, потому что это слишком специфичное, оно такое пугающее. Но оно, я думаю, очень часто он может использоваться совсем неуместно. 134. Прикасаться к телу. Это нормально. Если же предполагаешь, что мы с темой должен не бояться прикасаться к женскому телу, он же не должен бояться. Или он должен пугаться, касаться. Кавычки кончаются. 135. С кавычками. Нет, ну как бы я еще не знаю, готов он или не готов. Кавычки кончаются. 136. С кавычками. Ты можешь спросить, не будет ли его смущать, что ты в любой момент можешь прикасаться к нему, как тебе приятно. И, к примеру, он и говорит. С кавычками. Дай мне нормально. Кавычки кончаются. Все, забудь про все эти зотки внутренние. И главное, теперь не свали его со стула. Кавычки кончаются. С кавычками. Улыбнулся, учитель. 137. С кавычками. Вопросы до женского собрания. На переменке в глаза летает девочка со спущенной футболочкой. Одна плечо оголю мое. Мальчик ей золото плечо теребит. Он на четыре года старше. Мальчик уходит. Я ей говорю. С кавычками. С кавычки кончаются. Он и говорит. С кавычками. Да ты что? Сейчас можно так. Такую фасону. Кавычки кончаются. И еще спускай ей твежи. Кавычки кончаются. 138. С кавычками. Болоктя. Кавычки кончаются. 139. В кавычках. Она настолько у это чисто и искренне сказала, что я ее оставила в покое. Говорю. В кавычках. Спасибо за подсказку. Кавычки кончаются. В этот же день на 5-40 подняла этот вопрос. Потом вышла на женское собрание с этим вопросом и у нас указала статей разноцветной палитра мнений. Я напомнила твою подсказку, данную 6 лет назад, что в школу девочки ходят в чистой, аккуратной, скромной одежде, ибо они идут в школу за тем, чтобы получить знания. Тогда были открытые пупки, нужно, тупики, и но это было запрет у нас. Если честно сказали, нужно относиться к мир девочки очень трепетно. Если девочка хочет проявлять свою женственность, то... Кавычки кончаются. 140. Женственность или сексуальность? Что именно? Кавычки кончаются. 141. В кавычках. Был мнение такое, что если девочка надевает красивое блестящее платье, если голубоким декольте, то я подпустил ему в школе. Девочка хочет проявлять таким образом свою женственность, сексуальность. Кавычки кончаются. 142. Здесь будет много деталей, в которых лучше так не получится. Либо говорим о нем что-то простое, скромное, либо, если мы перейдем в эту область, бесконечно будут появляться детали. Это опасная уже сторона пойдет. 143. Потому что у разных девочек по-разному проявляется сексуальность внутри. Они формируются и ее ощущают по-разному. У некоторых повышен мною уже к мальчикам внимания. Другим лампочки его общей внимания, они по-другому воспринимают реальность, немножко еще играют и увлечены каким-то творчеством. То есть очень сильно ерзлицам же проявляться. 144. И те, у кого больше внимания к мальчикам, ку-ничего, все больше и больше будут стремиться проявлять уже сексуальность. Нежинственность. Они у него вообще не знают ничего. А сексуальность будут проявлять. А мальчикам что? Если проявляют, ну и здорово. Мальчики не будут пронзиться. Кавычки кончаются. 145. И по этому замечанию я и сделала. Кавычки кончаются. 146. Чем больше вы будете позволять девочкам проявлять сексуальность, будьте готовы, что мальчики этим совершенному есть. Но будут переживаться и без тормозов. 147. Мальчикам объяснят. Знаете, девочек лучше не трогать. Плечо гуляет. Не подходите к ней. Кавычки кончаются. Это будет сложно, они не поймут. 148. Они как маленькие рулини, они сейчас какие, будут умиться на все такое. Они контролировать руки не смогут. 149. Хочете чего-то чистого времени, хотите удержать их в каких-то рамках? Мы столько один вариант, за девочек взяться посерьезней. Кавычки кончаются. 150. Учители, а вот вопрос про цвет платьев. Например, мамочка рассказывает, что девочка надевает в школу ярко-розовое платье, летнее, легкое, и ей трудно переубедить, что на любую другую кавычки кончаются. 151. Цветные. Ничего. Главное, чтобы вот эти все вырезы всякие, хоть как-то скромность и аккуратность создавали. А вот цветка, цветы на них. Можем опустить эту тему, не делая черно-белый вариант какой-то. Кавычки кончаются. 152. С кавычки. Ходи нюанс. В школе холодно, а девочка ходит в летнем платье легком. Кавычки кончаются. С кавычки. С кавычки. Потому что ей тепло и лифт. Или ей нечего надеть. С кавычки кончаются. С кавычки. С кавычки. Потому что платье красивое, и он хочет его показать. С кавычки кончаются. 155. Понятно. Если только для того, что показать. Все, смотрим, насколько это в данном случае укладывается в то, что мы сейчас тронули, чтобы не было какого-то перегиба. 156. Если ей холодно, то тут ноль подстружи, видимо, уже. Это начинает в эту область, которую я делаю девочку немножко ненормальной. То есть он оставит свое желание и пугало. 157. Если ей не дадут удовлетворять желание, начнет это измечать, начнет брыгаться, у нее истерика начнется. То есть он опуедет в область перегиба. 158. Вот это начало. Как будто бы совершенно нелогично и холодно, но хочется в легком платье прийти, чтобы показать. Все, началось демонстрацию. Демонстрация своей внешности, того, что у нее есть. 159. Это такая сторона уже, где надо проявлять бдительность. Он уже заработал у нее. У других еще не так работали, но у нее уже начинает работать. Поэтому тут уже остается быть бдительным, где-то строгость уже может потребоваться, иначе потом ловить будет сложно. Кавычки кончаются. 160. Еще о девочках. Ну, видела, что девочка девятелек сплет на ловну кротом рядом с мальчиками или 14-15 в общем круге. И очень пристально и долго заглядывают мальчику в глаза. Стоит ли, как-то коллектируется эту девочку, или сказать маме, что это действие выглядит нескромно. Кавычки кончаются. 161. Но только не таким тоном, как сейчас прошивается. Слишком строго. 162. Да, поговорить можно. Это, конечно, скромным не является, это навязывание. Такое вполне может проявиться, если чувственная привязанность к твоему возникает. Может по-разному быть. Кто-то может пугаться, а у кого-то, наоборот, как-то я проявляю это на стрессе в демонстрации внимания. 163. Но поговорить можно, потому что водоназначу это относится к неправильному проявлению. А вот каким образом? С мамой я веселись сразу. Это не принципиально. Кавычки кончаются. 164. Ещё на счёт навязов. Молодая женщина-педагог спрашивает, допустим, Ольф в школу приходит в юбочке выше Акулин. На ней прекрасно сидит эта юбочка, но она короткая, сантиметров двадцать выше Акулин. Как это молотно сутся мальчики и мужчины? Кавычки кончаются. 165. Мальчики с интересом отмешутся. Кавычки кончаются. 166. Мужчины так и сказали. Мы полюбуемся. Кавычки кончаются. Он засмущался. Кавычки кончаются. 167. С кавычки. Так вот ей надо знать, что будут обращать внимание мужчины. Ей самое чего хочется. Кавычки кончаются. 168. С кавычки. Противовыглядеть. Кавычки кончаются. 169. С кавычки. Вызвать возбуждение у мужчины. А ты прямо так говори, потому что это именно с этим смазано. Ни другого. Мужчины по-другому не смотрят на юбочку. 170. Поэтому ей надо просто понять, что она контактирует с мужчинами, так вот он на что желает их вызвать. Потому что, что она желает вызвать, уже говорит об определенных качествах внутреннего мира. К чему она тягучает. И в зависимости от того, как она их будет развивать, это будет становиться сильнее. 171. Поэтому тут и начинается то, что может испортить девочку, то есть сделать ее не очень привлекательной для серьезного мужчины. Кавычки кончаются. 172. В кавычках. Но это педагог спрашивает. Хочется понять, допустим, или педагогу, например, в обтягивающих лыси нахивку в точке длины, где приходить в школу на уроки. Кавычки кончаются. 173. В кавычках. Учителя, когда можно уточнить про себя. И вот это, как мне кажется, очень скромно. Пиджак, юбка, гукулин, туфли. И вот прохожу. У нас учительская через класс. А мальчики на меня смотрят. Кавычки кончаются. 176. В кавычках. Просто пиджак, юбка, гукулин. Главное, что без чайника пугаешь, что это выглядело. Я же не сказал о том, что женщина должна скромно удиться так, чтобы в общении вызывать никакого внушения влечения. Так пугать не надо его, но его психику можете полнить. 177. Надевайте пиджак. Наденьте так, чтобы это было сексуально. Чтобы это не было уничтожено, чтобы вы не пытались сексуальности от себя выставлять, но сексуально должно быть одно значимое. 178. То есть эту мы тему не исключаем, это нормально. Потому что если женщина не будет обливаться сексуально, если она сама не уничтожает эту сексуальность, то для нее убийственно. Нельзя это делать. И для мужчины это тоже убийственно. Кавычки кончаются. 179. Учитель, хочу уточнить, я немножко не поняла. Я тут педагог, к которой я в курок у юбочки пришла. Ну вот я удивлясь, чувствую себя комфортно. Думаю, как это со школы еще вмештается. Как будто бы нормально. Спросила у мужика педагога, он на говурит. Хорошо. Кавычки кончаются. А другая говурит. Нескромно. Кавычки кончаются. И вот внутри себя пытаюсь заглянуть. Кавычки кончаются. 180. То есть на 20 сантиметров выше. Кавычки кончаются. 181. На 12. Кавычки кончаются. 182. Но мальчишки, клинечное, будут обращать внимание в первую очередь. Как только зайдешь, первое, на что они обратят внимание, это 0,12 см. Калычки кончаются. 183. Это не очень хорошо. Калычки кончаются. 184. Главное, чтобы они потом усваивали знания. Как бы не сбилась вот эта часть настройки внутри. Если ты просто пройдешь и спрячешься за столиком, тебя не будет виду, и ты будешь подавать знания. Может, еще ничего? 185. Но вы просто помните, это неизбежно будет проявляться и ярко проявляться. Чем взрослее будут становиться мальчики, тем сильнее это будет проявляться, на них сказываться. Поэтому это как свою образную ответственность, которую вы несете перед ними. 186. И тут надо не упираться тем, что, как здорово, на востоку повлекаются и реагируют. Тут главное, переборнее сделать внутренний свой эгоистический уже. Вы должны быть красивы, но и не должны им помешать постигать знания. И чтобы не буду мать у вас чего-то некрасивого. 187. Потому что по поведению женщины, женщина же тоже создает какой-то впечатление ее образа женщины. А соответственно, как он будет тебя воспринимать? Как женщину скромную, хорошую, благородную или как другую? Вот это уже зависит от того, как ты будешь удиваться. 188. Уже у него начнет решаться этот вопрос, каким образом он будет воспринимать себя и, соответственно, разговаривая с другими, обознать от себя для других. Эта среда в себе была и остается общение такое. И вы должны это понимать. 189. То есть это большая ошибка, если женщина только развеется тому, что она вызывает такое внимание, оборачиваются все, смотрят, возбуждаются. И он на чувство есть, как здорово, значит, он отлакая, красивая, привлекательная. Но это эгоистический взгляд, нехороший взгляд. 190. Он естественный у женщины. Он нормальный на самом основе. Потому что, если вызыва не трогать, значит, хорошо все, более-менее, гармоничное, красивое, правильное. 191. Но у этого правильного есть перегиб. Ведь неизбежно это правильное лодену, значит, связанное с эгоизмом. Норвится мне душа, нравится эгоизму. А Россия ему нравится, вот, встально опасную дорогу. Он будет требовать, чтобы этого еще больше проявлялся. 192. То есть это ему же к лоденому вовне держаться. Он потихоньку будет втыскивать к тематлонениям, о которых уже вначале поговорили, и вы начнете усиливать их. Кручите разрезы увеличили, а вот тут еще что-то подчеркнули больше. Хочется подчеркнуть, чтобы еще больше вызвать эффект внимания к себе. Но вы придете уже в опасный юстурвал. Так было бы уже неправильно увлекаться оттен. 193. К мучкиному радости это все. Да они всегда будут это хвалить, в ладоши хлопать, рассказывать друг другу. Но вы оба начнете терять красивые по-настоящему, в другое будет переходить в... Калычки. Прикольные калычки кончаются. Я бы не хотел, чтобы это к вам приклеивалось. 114. Будьте красивыми, женственными. Это немножко другая область. Но это область, где я не смогу сразу один на том, что-то обозначить. То есть мы не сможем сантиметры что-то перевести. Это как бы не совсем-то. Но это ваша внутренняя дисциплина. Вы понимаете всю ответственность за то, что с вами себя называют, как вы контактируете с людьми, с детьми, и особенно с мальчишками, вы начинаете их формировать. Хоть вы встречаетесь только в школе, но вы их уже формируете. 196. У них уже какое-то отношение к женщинам начинает формироваться, как бы они контактируются вам. Как они общаются, как вы им отвечаете на что-то. Идет воспитание мужчины, идет воспитание его отношения к женщине. 117. Хочете, чтобы он видел в вас что-то действительное благородное, был убережным и к этому, не торопился, как-то сразу соскользить во тьму что-то неупрятное, тогда соответственно и ведите себя. Иначе соскользнуть у них мышление элементарно может. Чуть допустили промышку, легкость какую-то. Все, он начнет скользить в сторону. Потом выправлять сложнее будет. Калычки кончаются. 118. Учители, у меня не дочка 9 лет. Провинули я ей предель ее одежду, чтобы он аниму силы брюки обтягивающие, где подчеркиваются ягодицы, обтягивание целубок. Калычки кончаются. 119. Это не скромно будет. Кавычки кончаются. Двести. Еще я ей говорю. Если ее бочку надеваешь, то чуть выше кулин. Кавычки кончаются. Две бочки девять или нормально так сказать. Кавычки кончаются. Двести один. Кавычки кончаются. Двести два. И я ее прошу, чтобы даже дома она никогда выходила в колбатах. Углосим в бочке. Я вижу это не вопрек с нами. Кавычки кончаются. Двести три. Лучше сразу воспитывать в себе эти качества. И не просто быть утрябной, только когда приходят гости, это не совсем верно. Это вовсе качество души должно быть. Качество естества девочки. Быть утрябной. Кавычки кончаются. Двести четыре. Может в течение недели прилегу на подклывание фразами типа. Но, кучилка, как я умная. Сыны, я тебе не заведую, что у тебя мать. Кучилка. Кавычки кончаются. Вечером он подходит с восковым обращением. Ах ты, мои сладенькие. Кавычки кончаются. Предлагаю бежать. Было ли допустимым произнести. Зачем же ты такую сладенькую все время покусываешь? Кавычки кончаются. Я хотела обратить его внимание на произносимые слова в течение дня. Кавычки кончаются. Двести пять. Надо ли получить мощь, ну? Кавычки кончаются. Двести шесть. Это как упрек, да. Кавычки кончаются. Двести семь. Ты получаешь его. Он у тебя не спрашивал ничего это, а ты начинаешь его возвращать. Он начинает выражать себе свою нежность, а ты ему напоминаешь какие-то размышления. Ну, он может задуматься, клонять, но потом тебе долго придется его включать в эту нежность. Кавычки кончаются. Двести восемь. У меня не оготеться желания,aur trainees мобильности. Кавычки кончаются. Двести девять. С кавычки. Потому что ты убедилась. Но ты же училка. А в чем дело тогда? Он что, сурал, что ли, унизил? Кавычки кончаются. Двести десять. С кавычками. Я так воспринял. Кавычки кончаются. Двести 11. С кавычки. Ну да, видишь, ты думала, негативный оттенок. Кавычки кончаются. Двести двенадцать. В кавычках. И еще отказ вентяной близости ему воспринимается как манипуляция. Хоть они однократно разговаривали, что я никогда не отказываюсь в близости, если у меня желание есть. Надо ли еще об этом говорить ему? Кавычки кончаются. Двести тринадцать. В кавычках. И я не совсем понял. То есть в какой-то момент идет отказ, но в такой момент, что он не понимает. Кавычки кончаются. Двести четырнадцать. В кавычках. Да. Ну вот я какие-то я условно воспринялась у гибой. Кавычки кончаются. Двести пятнадцать. В кавычках. Ты можешь извиниться перед ним. Скажи. В кавычках. Я просто не смогла справиться сего дня. Я убедилась в эту. Я помню, что я глупая, но не смогла справиться с этим. И эта у гиба у меня немножко пригодила мое ощущение. Ты прости меня. Я буду сейчас работать, постараюсь, чтобы у меня такого не возникало. Кавычки кончаются. Двести шестнадцать. Видишь, училки надо учиться нечего. Поэтому вот извиняешься, говоришь. Ты меня прости, это не в тебе проблема. Это мое личное проблема. Я просто не смогла справиться. Кавычки кончаются. Двести семнадцать. В кавычках. Потом в разговоре он сказал, чтобы кубом произносить такие слова. Я сразу его устанавливала. Обращала на это внимание. И людям даже. Надо ли так делать? Кавычки кончаются. Двести семнадцать. В кавычках. В классе за косичку джорнет. И сразу понят, ну, что девочка, видимо, нравится ему. Двести девятнадцать. Ну так вот он и продолжает. В кавычках. За косичку джоргать. В кавычки кончаются. Ну что ты, он просто еще не совсем взрос, и что с него требовать, чтобы он был умудренный муж такой? Нет, ему есть чё расти и расти надо. Двести двадцать. Ну пусть джорга нет. Значит, все нормальное. Значит, ты двести в тельную душе его, в сердце его. Но он по-другому не может творить себя. Ничего. Вот это надо научиться понимать. Двести двадцать один. Вот что мы в себе договорим. С пониманием отнестись. То есть ты изучаешь, знакомишься с мужчиной, которая рядом с тобой. Познакомилась, подметила его данность. Все, если ты ее данность, ты не ждешь от него ничего другого. Все, данность ты приняла. Двести двадцать два. А получаешься, данность с тобой не принята. И ты борешься с ним. Ты его перестраиваешь, ты его учишь. Ну а кто ты тогда есть, если не училка? Ты детей, и его все учишь, учишь. Двести двадцать три. Вот он как школьник и пробует шкодить. Может, еще и кнопки тебе подсунет на пришло. Будь готова улыбнуться. Нормально все. Кавычки кончаются. Двести двадцать четыре. В кавычках. Можно по удержде уточнить. Есть молодежная удежда, обцегивающая штаны и туники коротенькие. В этом можно ходить в школу. Но ребенок говорит, я хочу по-молодежному удиваться. Кавычки кончаются. Двести двадцать пять. В кавычках. Если вы сами увидите, что так не желательно, то можете просто правило установить. В школу уходят только так. Не ударитесь в детали, упростите. Двести двадцать пять. Если вы начнете позволять каким-то деталям появляться, вам будет трудно все красивые детали. Потому что все будут говорить. В кавычках. Как там же разрешили. А потянуть тут нельзя. В кавычках. Кавычки кончаются. Вы сами запутанетесь в этих деталях. Двести двадцать семь. Определите, что то просто условный бресок какой-то школьный и просто сухой, а тому следуйте. В кавычках. Нет, потому что в школе у нас не принято. Кавычки кончаются. И все. Больше ничего объяснять не надо. Кавычки кончаются. Двести двадцать восемь. В кавычках. Они сильно снизилась и взрослые женщины так ходят в школу. Обтягивающие джинсы и туники коротенькие. Это нормальное. В кавычки кончаются. Двести двадцать девять. В кавычках. Причем здесь женщины, я никак не пойму, желающие быть благородными, противыми, изящными. Причем здесь штаны пастуха. Это мужская одежда. Джинсы. Двести тридцать. Это уже мопится я в сознании и происходит крыз. Ладно, для удобства, для работы, допускаю. Это и есть работа, а я одежда. Но джинсы так-то изященности не придают. Джинсы намекают на что-то уругуе, суругуе. Они не дают впечатление изященности, легкости, тонкости. Двести тридцать один. Для женщины важно вот это впечатление изященности, тонкости, легкости, нежность. Джинсы создают впечатление грубости. Куда только я-то не в обходимость. Поиск, какие-то переезды. Ладно, еще как-то можно оправдать. Но если вы увлекаетесь, это недостаток. Это не тамара, это просоченный имя и тутношение. Двести тридцать два. Если хочется, наденьте. Но вы просто должны помнить, что к красоте это не относится. Это больше практичная одежда, грубо. А вы, грубо, пытаетесь перейти на концерт куда-то? Кавычки кончаются. Двести тридцать три. В кавычках. Учители, для меня всю мою жизнь самым важным было дело. Я работаю с детишками, и у меня не только ебанность, что я полумыськию в это поужаюсь, и в голове у меня только дети, сказки, гномики. Мужчинам, как если есть место, то очень маленькое. Вручите в твои последние статьи, я поняла, что у женщины на первом месте должен стоить поиск мужчины, без которого... Кавычки кончаются. Двести тридцать четыре. В кавычках. Стоп. Сейчас главная, главная любовочка. Вы не обращаете внимания, что я там подчеркнула специально для этого случая один момент. Я показал первого основу. И я не обращался к мутантам. В мутанты сейчас я рассказал о первого основе. О той чистой первого основе, которую вы должны просто зафиксировать в голове, чтобы не забывать. Двести тридцать пять. Но вы находитесь в условиях, где уже так перекручено все, такой новорот произошел у вас в опыте, вы скажите их, мы с чем такой же хлам в голове, что теперь сразу выстроить чистоту будет очень сложно, и его много просто невозможно. Двести тридцать пять. Главное, вам помните об этом. Когда вы помните, не теряете эту нить, то ваше сознание будет уринсироваться, ваша внутренняя настройка будет для меня, как то я имею стержень. Если без стержня, вы просто осваливаете, если скажут ее очень сильно. А так это какое-то стержень? Двести тридцать семь. Вы не сразу сейчас выправите в его сторону, что-то из приобретенного. Это много, пройдесятилетия, вам надо исправлять в себе, потому что уже такие вот клонения мышчные. И не только в генетерке, но и в душе уже накоплен опыт такой, что страшно смотреть туда. И вам надо теперь с этим всем исправиться. Двести тридцать восемь. Ты сейчас прежде находишься в каких-то условиях, где вовсе не подразумевается, что, прочитав мою, ты все вопросы еще промынулась на поиске мышчины. Вовсе это не подразумевается. Двести тридцать девять. Я только говорю о тех основах, которые вы где-то можете отследить у себя внутри, что такое перерывное тело. Оно вполне может у вас проявляться, но оно во многом, я думаю, забито разными еще условностями, придуманными и наработанными. Двести сорок. Но вы вполне можете угадать, что, что я обозначил, где-то пробивается внутри вас этот голос. Поэтому я обозначил первую основу. Двести сорок один. Если есть где-то возможность передавать какие-то понимания следующему поколению, это у вас будет возможность хорошую я обозначить уже в первую очередь самое главное для тех, кто растет. Чтобы они не потеряли это главное в себе, а начинали ориентироваться вокруг этого стержня, и они будут уже более-менее правильно формироваться. Двести сорок два. Но сейчас... Сейчас бы мы не просто будем построить. Иначе, если вы ломанетесь в такие поиски, это будет как я-то не сразится полная... Кавычки кончаются. Двести сорок три. В кавычках. Если нет возможности с тебя, значит, не спрашивай лицо эту. Как бы мне не хотелось, чтобы у вас все глаза нечете, но... Все сложилось красиво, взаимоотношения интересные и расстроились, но я просто прекрасно понял, что это невозможно. Двести сорок пять. Вы имищены. Вот материалы, из которого надо изучить и построить гармонию. Но нете, ни другие, ни вот его гармонии. У ищего строить, что эту гармонию. Двести сорок шесть. Вы все время оттягу тенья с какой-то власть, которая гармония не имеет никакого отношения. Вы ими на эти комплексы, которые не дорожите, и очень сильно дорожите. Вы благодаря за них цепляетесь, и мне сложно легко выжнуть у вас, это болезненно для вас сразу. Чуть-чуть строгою, и вы начинаете напрягаться, пугаться, удержать это вас. Двести сорок семь. Потому что это основа, которая вас курюжит, он напрятит вас, а у быть ее так просто не получится. Угромный, угромный труд надо сделать, всем надо сделать, и мужчинам, и женщинам. Двести сорок восемь. Поэтому, если я и говорю, что полноценное развитие мужчины и женщины в единстве происходит, это не значит, что сейчас надо быстрее кому-то соединиться с кем-то, чтобы полноценное развиться. Так будет неправильное. Двести сорок девять. Должно сложиться какое-то соответствующее из течения его строительства, какие-то чувственные проявления должны произойти. То есть череда каких-то моментов, которые показывают благоприятность развития этого строительства. Значит, оно перед тобой открыто. Двести пятьдесят. И искусственно создавать все строительство не надо. Можно забыли цоток, что потом не поймешь, где искать выход, и как быстрее туда удержать. А потом всю жизнь вспоминать сутробление на все это дело. Не надо так. Двести пятьдесят один. Поэтому вы находите разные места, где вы можете в чем-то реализоваться и оказаться максимально полезными для тех, кто рядом, и пробуете это делать. Но это всегда будет какую-то долю накладки нести, потому что слишком все не гармонично получилось. Никто еще не знает, что это такое гармония. Кавычки кончаются. Двести пятьдесят два. В кавычках. То есть мне смирено принять, что мне сейчас данность детском садике быть. В кавычки кончаются. Двести пятьдесят три. В кавычках. И смирено, и просто, и но, и мудро эту надо устремять. Да, это одновность, которую надо уважать. Просто уважать и внутри провинно стараться делать посильнее, что есть. Двести пятьдесят четыре. И если чего-то как будто бы не хватает пока. А это в соответствии с гармонии хорошо было бы. По совершенно объективным причинам, к этому надо просто отнестися, что значит, сейчас это не нужно. И не только не нужно, оно может даже и испортить все. Даже и так есть, чем же быть. 255. Потому что это же надо сделать с исководу, из тих, кто вокруг. Но там такие, из которых если все-таки сделать, то хорошего не получится. То есть, если действительно будет что-то очень важное, и ценное для такого формирования, оно появится. Но тогда, соответственно, начнут складываться и условия для этого благоприятные. 256. Но если их нет, значит, просто то, что есть вокруг, не подходит. И на сильно это соединить, ничего хорошего не получится. Кавычки кончаются. 257. Благодарю, учители. Кавычки кончаются. 258. Учители, куда в компании, где мужчины и женщины, заводят разговоры о каких-то физиологических подробностях, о гинекологии, о родах, меня очень смущают вот эти моменты. И такие разговоры в трудом переношу. Уместно ли такое мое смущение, или мне можно сам и поговорить, но эту тему включится в такой разговор. Кавычки кончаются. 259. В кавычки кончаются. Я сейчас не уж вышел ни у одного конкретного момента. То есть люди собрались, поговорили об общей знакомой, о беременной, и они заговорили, что у нее живут такой круглый. Вот и сразу покраснело сбежала куда-то, спряталась в деталях начали говорить. Кавычки кончаются. 260. В кавычки кончаются. Это разговоры, к примеру, о родах у козы. Камочень. В кавычках. Чудесные. Кавычки кончаются. Подробности бывают. Что-то кому ее выпало. И я вот сам ищаюсь. Кавычки кончаются. 261. В кавычках. Ну да, эту, знаешь, как ее специфическая часть. Кавычки кончаются. 262. В кавычках. Или какие-то проблемы женские обсуждаются. Кавычки кончаются. В кавычках. Но мужичные участвуют в этом. Кавычки кончаются. В кавычках. У него иногда в автобусе разговор такой ведется тоже, и мне не выйти. Кавычки кончаются. 265. В кавычках. Узня с собой беруши, вот к ней в уши. Кавычки кончаются. 266. В кавычках. Со мной женщина начинает разговаривать об этом. Кавычки кончаются. 267. В кавычках. Скажи, прости, я боюсь этих тем. Кавычки кончаются. 268. В кавычках. То есть можно даже установить. В кавычках. 269. В кавычках. А почему нет? Скажи, я просто осмущаюсь этих тем, я просто побоюсь, я трусиха. Не рассказывай мне эту, а то я просто потеряю сознание. Уже замечено было, поэтому... Кавычки кончаются. 270. Это все зависит от жизни человека. Кто с чем сталкивается, кто к чему расположен. Кому-то хочется быть хирургом. Но вряд ли вы все способны подойти и посмотреть на операцию, заглянуть внутрь, что там отрезается. Это психологическое состояние такое, которое располагает к такой профессии. Но оно у всех у вас разное, поэтому тут ничего другого нет. Кавычки кончаются. 271. Узнала он уже, что он уже дочитывали статью в сейсбуке. Мне будет ли три требования, и мы выражили именно двойство сказать. Мне грустно, что ты уже все прочитал. Я хотел с тобой почитать вместе. Можешь меня в следующий раз пригласить. Кавычки кончаются. 272. Очень бухгарно. Что он все прочитал. Странная грусть. Кавычки кончаются. 273. Мне просто хотелось вместе с ним побыть, почитать вместе статью. Кавычки кончаются. 274. Так ты читать хотела или с ним быть? Кавычки кончаются. 275. С ним вместе почитать, рядом посидеть. Кавычки кончаются. 276. Это ладно, если журнал полистать вместе, обнялись, полистали журнал, картинки пообсуждали, а почитать серьезную литературу вместе, это как? Я не пойму, вслухи или как? Кавычки кончаются. 277. Нет. Курбал на вслух читает, тогда я просто ослушаю. Кавычки кончаются. 278. Ты в другой раз попроси. Если будешь еще читать, позоверения, тоже хочется почитать рядышком. Кавычки кончаются. А сказать, что больше на тебе стало, это ни к чему. Ты уже его как будто немножко убежаешь, что он недосмотрел такой момент, не учел. Кавычки кончаются. 279. С кавычки. У меня было и второй вариант в голове. С кавычки. Здорово, что ты все прочитала. Ты меня, если сможешь, в другой раз позови. Кавычки кончаются. Так лучше было бы сказать. Кавычки кончаются. 280. С кавычки. Было бы лучше, да, конечное. Кавычки кончаются. 281. С кавычки. А вот и с чего, да, на похожей ситуации. А почему я стараюсь доверять в мечтение, как он сможет достроить дом, так и сможет. А вот один раскуснулась, мне что-то грустно стало, что у нас все никак не достроено, а не то, что я ему выразила. Кавычки кончаются. 282. С кавычки. Кавычки кончаются. Может, есть, все есть, как будто бы. Ну, что, как мне это дело, но, и что? Что у нас, но-то? 283. Возможность служить есть кому, он не ушел никуда, не запрещает тебе вражать свою любовь и нежность к нему. Тогда все остальное, как может быть грустно. Кавычки кончаются. 284. То есть я просто живу, и эти ощущения я грустно, и перестаю ее наползить внутри. Кавычки кончаются. 285. У тебя нет желаний, и все. Осталось только устроение служить. Кавычки кончаются. 286. То есть у меня не должно быть желания, чтобы достроилась. Правильно ли поняла? Кавычки кончаются. 287. А почему беспокоить тебя должно, достроиться это или не достроиться? Дальше можно и не продолжать эту тему двигать. Куда надо, и построиться. 288. Главное, у тебя есть возможность вражать к нему свою любовь. Ты же хочешь быть другом, быть хорошей женой, так люби его. Женщина, это любовь. Это не просто объект, который должны любить мужчины, это он и любовь. 289. Мужчина, конечного, будет любить. Если он и любовь, он не сможет не любить. Но прежде он и любовь. Мужчина, творец, волна, любовь. 290. Мы сегодня уже обозначили очень важный момент. Просто очень важный. И вы должны запомнить, если есть желание, вы всплёте на путь развала семьи. Будьте просто осторожны. Желание нельзя выключить, если вы не отключишь, но, вспомнил этот путь, если вы будете неаккуратны, неосторожны, не будете помнить усмиреннее, вы будете ставить ваши взаимоотношения на путь развала. 291. Ну или пожелает отрешение даст, потому что вы будете развивать это все. Чувства будут усиливаться, желание. Потом это перерастет в требование. Это не было ни по-другому. 292. Желание надо смиренее удерживать. Смирение. Это то, что призвано удерживать через мировое развитие, смирять, удерживать то, что стремится перейти границу. Вот смысл смирения. Держать численную честь вашу в допустимой норме. Выпустите, перейдет границы нормы. Вам придется бороться с перегибами. 293. То есть желания-то у вас будут, но будьте с ними осторожней. Не увлекайтесь ими, не концентрируйте свое внимание на них, не ставьте на них ударение свое. 294. Куда вы начинаете следить за ситуацией? То есть не строится дом. Вы посмотрели это много. Прошло-пять не сделано, изменений нет. Это значит, что вы контролируете. Контролировать. Вы начинаете внутри, переходите на требование, чтобы это было. Ротовы нет. Это будет близне, но... Кавычки кончаются. 215. Возьмем другое. Иногда чаю хочется купить вместе. Но это тоже с какой-то другой стороны надо посмотреть. Кавычки кончаются. 216. Не хочешь ли купить чайку? Давай купьем чайку. Простое предложение. Пожалуй, 100. Кавычки кончаются. 217. И если не получается вместе купить чаю, то не надо на этом концентрироваться. Кавычки кончаются. 218. В кавычках. Ни в коем случае. Да, ни в коем случае не концентрируйся. Придолжила, потому что тебе хотелось ему приятно и сделать. Есть истинно, и тебе это будет приятно. Вместе посиди чайку купить. Это нормальное желание. 299. Но дальше все зависит от каких-то еще об строительстве с ними связанных. Ему надо решить это все. Для него это важно. И для вас, значит, тоже важно. 300. Значит, вы бережно к этому относитесь. Не получается. Значит, не получается всего дня. Не получилось уже месяц по печали. Да и ладно. Это хорошо, но оно не является главным. 301. Но если это воскребет, то вы с неправильный акцент стоит. Что значит отшуствия чаю? Как может, хорошее чувство любви разрушится в отшуствии чаю? 302. Посмотрите, вот параллель просто я проводим. И какой-то абсурд получается. Вот так его все на самом деле проводите параллели. Видите, что идет к какому-то ухлаждению. Посмотрите, какие-то это льва снатина не смущать. И это на самом деле, какие-то просто я примитивная вещь. И потом проводите параллели. Неужели вот это примитивная вещь гораздо ценнее ваших чувств? 303. Вы что, совсем, что ли, уже? Чтобы такие вещи, в магазине купленные или на улице найденные, могли быть дороже ваших чувств? Не бывает такого. Не один предмет на изяле не может быть дороже ваших чувств, нет таких предметов на изяле. 304. И если предмет у вас все ломает, ваше чувство ничего не стоит. Это вашего изна пытается выпендриться, проявляться, как-то себе показать. 305. То есть, если у вас хорошее чувство, ничто искусственное носок вырублено изяле, он может разрушить эти чувства. Нет ценности более высокой. 306. Ваше чувство. Это самое главное. Шраните их, берегите их, взвелите их, поливайте их, нужно каким-то. В кавычках. В соли чеком. Кавычки кончаются. Или. В кавычках. В кавычках. Кавычки кончаются. Какой-то, ну, круплятик, чтобы это поддерживало ваше чувство. 307. Вот мы, члены, не выждайте ничего, выждите отдачей для него. Вы можете проговорить. Вот хотелось бы тут, хотелось бы тут. Это нормальное желание его ждить. Но не делайте акцент. 308. Поставите акцент. Начнете расстраиваться. Устройство восхаживается на ваших взаимоотношениях. Это будет очищаться. Если это показать где-то возле конец, оно, как бы, может, еще проходить незаметно. Условно незаметно. 309. То есть оно церапило, но, так как не последовало другое, успело зажить. Опять церапило, успело зажить. Потом церапило, не успело зажить. Опять церапило, опять не успело зажить. И он начинает накапливаться со временем. 310. А чем дальше, это, естественно, не будет успело заживать, потому что вы чаще начнете церапаться. И естественный процесс заживления уже не будет успевать срабатывать. 311. А раз начнут накапливаться ванны, они болезнение будут становиться, и пойдет круглого. Обязательно. И чем позже, тем более будет это все. Кавычки кончаются. 312. В кавычках. Учители, этот вопрос подручной мы сможем составлять. Но вероятно, не стоит ему рассказывать. Кавычки кончаются. 313. В кавычках. Рассказывать, как ты должен себя вести. С чего бы я этому ищу не рассказывать, как ты должен себя вести. Ты просто будешь так вести себя. И все. 314. Скажи, я просто поняла, что я не могу сказать, как я еду на. Надеюсь, что сейчас у меня не что-то получится. Прости меня, если кто-то тебя смещал, я сейчас буду ставаться. Кавычки кончаются. 315. В кавычках. Еще я хотела сказать, что у меня неком внутри какой-то... Может быть, это какой-то внутренний страх задавать вопрос. Кавычки кончаются. 316. В кавычках. Кавычки кончаются. 317. В кавычках. А вы как у вас это там внутри? В кавычки кончаются. 317. В кавычках. Как изменять свой внутренний мир, чтобы он был в порядке? В кавычках. Почитай весь последний совет и исполни все, и нормально будет. Кавычки кончаются. 319. В кавычках. Но я его сразу не исполнил. В кавычки кончаются. 320. В кавычках. Мы уже 20 лет говорим о том, чтобы выправить вот эти все в себе сто рядки внутри, и продолжением говорить. Это все одно и то уже касается. 321. Мы говорим вещи какие-то, но все равно вам еще приходится взрывать до них. Они, казалось бы, понятные. Мы послушали, порадовались, как будто бы понятным. Потом начинаете соединиться, обсуждать и видеть разные разные какие-то толкования, какие-то моменты, которые у вас начинают скрываться. Вам еще взрывать приходится до того, что мы говорим. 322. И так вот по каждой детали, которую мы обговориваем, надо будет отделено потом взрывать. Что-то затронули, потом взрывание будет и через общение и разнообразные, ведь и какие-то детальки выправляться будут. Еще много чего-то куснуться надо будет. Вот такие идет процесс. 323. Просто кубок у меня есть у вас всех, кто не так, то просто у всех сразу донести простую истину. Сразу ощущается, что вы еще не созрели правильную ее спросить. И мы вроде бы трогаем, но она еще недостаточно, что будет, вам ясно? 324. Вам еще придется на том же месте спотыкаться. Хотя вроде бы и кусаемся чего-то, но вы будете на нем спотыкаться. Еще недокунца момент сам у вас рассмотрен, вам не усознание докумца. Кавычки кончаются. 325. В кавычках. Это самое главное твой ценности. Только то твое, что ты убьешь. Кавычки кончаются. 327. В кавычках. То есть удовлетворенное чувственное такое должно в у меня возникать. Да. Кавычки кончаются. 328. В кавычках. Так это и есть нормальное удовлетворенное мастера. Куда он судьбе это видит, результат хороший. Он удовлетворенное получает, это его крылья. Это нормальное состояние. 329. Он если умеет, то не обращает внимание, а на другое, как его лично самого удовлетворяю друге, делает ли улету, что он от них уже будет, делает, приятно, не делает, но неприятно. Это другой, уже эгоистический, взгляд на реальность. 330. А взгляд творящего на тело, это куда ты творишь и удовлетворяешь все то, чего в исполнении чего-то очередного. Интересно получилось. Тебе приятно, ты еще больше стараешься делать. Но ты больше настроена на творение. 331. То есть, куда я говорю, что в мышечне больше творящие на тело, это не узнать о них, что в женщине они творящего на тело. Все равно все люди, это творящие на тело. 332. Просто где-то есть один акцент, где-то другие акценты. Но в основе ведь не заложено, это основа всех людей. Любить, творить, любоваться. Кавычки кончаются. 333. Спасибо большое, учитель. Кавычки кончаются. 334. Все, все. Поэтому я смотрю, вроде ему кругу новое тоже. Сейчас вам просто надо посидеть и разложить все внутри. Все. До встречи. Счастья вам. Звездное поле, которое вы наблюдаете на небосклоне ночью, это ваш дом. И вам нужно быть там, бесконечно распределяться. Это ваш дом. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...